Чёрное зеркало АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо сейчас. Ну что ж, главные темы программы заявлены. Начинаем мы с прокурорских битв. Что за ними стоит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И отвечать за действия в Генпрокуратуре. Последние новости оттуда нам сегодня будет помогать разбираться во всём. Владислав Куценко, прокурор Генеральной прокуратуры Украины. Спасибо, что пришли. Вопросов к вам очень много и самый главный звучит так. Что у вас в ведомстве происходит последние недели? Ведомство, которое годами могло не выходить на пресс-конференции и было одним из самых, ну, утаимнычных есть такое слово в украинском языке, которое не часто шло на контакт с журналистами, сейчас просто разрывается и по пресс-конференциями. Что стоит за исками и делами ваших же бывших коллег, которые против них возбуждаются? Передел власти, реформы, которые вы нам давно обещали или что-то другое? Прошу. Ну, на самом деле, в прокуратуре ежедневно идёт текущая работа. Раскрываются и поддерживаются процессуальные руководства по делам, связанным с убийствами, изнасилованиями, кражами, преступными группировками, наркомафией и так далее и тому подобное. Но сегодняшняя информационная ситуация и попытки отдельных людей делать пиар приводят к тому, что почему-то общество концентрирует внимание исключительно на конфликтных ситуациях. У прокуратуры сегодня негативный имидж сложился в обществе. Я думаю, здесь никто мне не скажет обратное. Ну, радует, что вы это понимаете. Любой здравый человек это понимает. Ежедневная информационная война, дискредитацию, она к тому, естественно, приводит. Понимая это, отдельные общественники, а также отдельные неудачные прокуроры, что должны сказать? Прокуратура плохая в глазах людей. То есть я скажу, прокуратура на меня, к примеру, давит. Меня уничтожают. Отлично. Ты сразу же получаешь поддержку, большую поддержку общества. А при этом рассказать, а что ты сделал за время работы в прокуратуре, если брать отдельных моих коллег. Сколько дел ты раскрыл? Сколько дел довел до суда? Какие реальные результаты твоей работы? Почему-то говорить иногда не хочется. Поэтому, естественно, в системе есть много проблем. Их решать надо. И совместно с народными депутатами, законодательно. И совместно с гражданским обществом. Но и в то же время необходимо сосредоточить также, я прошу и СМИ, и всех, на реальные будни работы прокуратуры. У нас достаточно показательных. Владислав, я прошу прощения, но судя по последним вашим пресс-конференциям, вашим в том числе, складывается ощущение, что у системы есть проблемы. И имена этих проблем – Касько, Крабатюк и ряд других фамилий, чтобы всех долго не перечислять. Больше вам не о чем говорить на пресс-конференциях? Этот всплеск информационной активности связан почему-то только с конкретными делами. Почему? Ну вот смотрите, на самом деле мы говорим о многом. И даем информацию ежедневно. Но средства массовой информации, при всей уважении к журналистам, даже из тех брифингов, которые провожу я, выделяет моменты, связанные с Касько. Вот на этой неделе мы возбудили уголовное дело по преступной группировке в Запорожье смотрящего. Об этом показали лишь единицы телеканалов, зато про Касько показали все. Я рассказал и буквально документально подтвердил, что нет ни одного уголовного производства на моего коллегу Сергея Горбатюка. Ни одного, ни о каком подозрении ему не может идти речь. Однако ряд средств массовой информации, к сожалению, эту информацию не опровергли. Хотя все утро говорили, что Сергею Горбатюку хотят вручить сообщение о подозрении. Есть вот такие вот моменты. Мы вынуждены также выходить в информполе, информировать о своей работе, о ситуации, которая сложилась. Касько, ну какая это проблема? На самом деле это никакая не проблема. Есть уголовное производство. Мы призвали всех, журналистов, общественников. А сколько их уже, кстати, против Касько, напомните? Одно единственное. По поводу квартир? Одно единственное вообще уголовное производство в отношении моего бывшего коллега Виталия Касько. Связанное с незаконным получением двух квартир. И не только по нем. У нас уже пять прокуроров дополнительно, которые получили квартиры в Киеве, так же, как и Касько, проходят по этим делам. И они не последние. У нас целая проверка идет по всем регионам Украины. Давайте, чтобы закрыть тему Касько. Как вы можете прокомментировать заявление главы антикоррупционного бюро Сытника о том, что нет состава преступления в действиях Касько? Очень корректно прокомментирую. У Национального антикоррупционного бюро есть своя подследственность. У нас есть своя подследственность. Его коллеги, и они справедливо не увидели в его деяниях должностного преступления. Речь идет о нарушении закона, возможным Касько, как физическим лицом, которое подавало как физическое лицо документы на квартиру. Что сделали мои коллеги из антикоррупционного бюро? Они переквалифицировали статью со 191-й под следственным им на 190-ю. Называется мошенничество. То есть рассматривали ее под другим углом. И передали нацполиции. Если бы они не видели состава преступления, они должны были это дело закрыть. Вынести постановление о закрытии уголовного производства. Таким образом, мои коллеги увидели возможное мошенничество и передали нацполиции. И сдали такое постановление. Вот и все. То есть здесь все нормально. Понятно. Смотрите, друзья, что получается. Я хочу подключить к разговору остальных присутствующих наших гостей. Вот мы видим взгляд изнутри. То, что говорят люди, которые работают в Генпрокуратуре. Как вам видится ситуация в Генеральной прокуратуре? Не изнутри, извне. Кто хочет начать? Пожалуйста, Максим. Добрый вечер. Коллеги, на мой взгляд, взгляд на последние вещи, которые происходят в прокуратуре, такое складывается впечатление, и я думаю, что не только у меня. Что сегодня прокуратура предоставлена сама в себе. Она живет своей жизнью. По каким-то своим неписанным законам. И действительно, получается какой-то замкнутый круг. У меня складывается такое впечатление. Сегодня очень много говорят о должностях и фамилиях нового Генерального прокурора. Которого, безусловно, у нас будет. Безусловно, он у нас будет. Но я считаю, что на повестку дня нужно выставить другую сегодня в порядок и приоритет. Как нам сделать таким образом, что кто бы не попал, кто бы не попал в эту прокуратуру, он не превратился в очередного пшенку. Вот об изменении системы сегодня нужно говорить. И я приветствую, кстати, что когда на этой неделе выяснилось, я лично для себя не знал, выяснилось о том, что у нас сегодня активнейшим образом по всей стране проходят конференции в органах прокуратуры, для того, чтобы выполнить тот закон, который мы с вами все проголосовали в прошлом году, и сформировать органы прокурорского самоуправления, потому что это было требование сегодняшнего дня, что прокуратура должна быть и независимой, и профессиональной, и политически не заангажированной. Мы сами с вами создали правовые условия для проведения таких конференций, а в итоге мы столкнулись с той проблемой, которая сегодня. Вы против этого закона, я не могу понять, или за? Я за закон категорически выступаю, но я против того, что получилось у нас в результате этого прошлого года. Мы знаем о том, что прокуратура на местах обновилась только на 3%. На 3%. То есть старые лица в прокуратуре, друзья, сами себя консервируют в этой системе, и когда я смотрю тот закон, который мы с вами проголосовали, будущий генеральный прокурор, кем бы он ни был, он будет просто свадебным генералом. Владислав, а действительно, возможно, вы и ваши коллеги сейчас пытаются законсервировать ту ситуацию, которая у нас в прокуратуре. Смотрите, вот мои коллеги... Может, вы перемен боитесь? Мои коллеги ничего не пытаются консервировать, цементировать и так далее. Есть закон, который принял определенные правила игры и прямо обязывает сегодня провести конференции, он обязывает нас это сделать в местных прокуратурах, в областных прокуратурах, и избрать органы прокурорского самоуправления, совет прокуроров и квалификационных комиссий. В Совете прокуроров мы еще поговорим, но немного позже, буквально через пару минут. Пока давайте все же разберемся, что происходит в стенах генеральной прокуратуры. Старт реформ или борьба за выживание? Вадим Карасев, вы хотели сказать? Спасибо. Ну, не только в стенах прокуратуры, а и вокруг прокурорских стен. Потому что тут есть уже, наметились противоречия. Вот первое противоречие. Вот генпрокурор, он свадебный генерал? Или какой-то должен быть действительно суперпрокурором? А я скажу, он должен быть слугой закона. Понимаете, почему? Слуга закона – это не супермен, прокурорский супермен, который должен все решать. Тем более мы знаем процессуальные вещи, что следователь – это независимая процессуальная фигура, и генеральный прокурор не может вмешиваться в работу следователя, в работу честного прокурора. Так кто нам нужен? Первое. Второе. Вы сказали, что любой прокурор… Как не допустить, чтобы любой прокурор не стал пшенкой? А знаете, почему пшенка стал пшенкой? Да потому что дело не в генпрокуроре, а в политической системе. Потому что президент, у которого были все полномочия, всегда хочет назначить такого прокурора, который бы обеспечивал президенту контроль над генпрокуратурой. Что сейчас происходит вокруг прокуратуры? Это отсутствие понимания того, какой должна быть реформа прокуратуры, и кому должна быть подконтрольная или подотчетная прокуратура. В чем склеснулись тут вещи? Казалось бы, вещь простая. Президент подает кандидатуру, парламент утверждает кандидатуру, не утверждает, все, вопрос закрыт. Но смотрите, у нас же есть парламент, который может проголосовать за ту или иную кандидатуру, но эта кандидатура не будет пользоваться авторитетом общественности, потому что общественность требует какого-то абсолютно независимого прокурора, чуть ли не на конкурсе его избирать. А почему общественность не доверяет такому генпрокурору? Потому что она парламенту не доверяет. А почему не доверяют парламенту? Потому что в борьбе за кресло прокурора склеснулись элита отдельно, или парламент, общество отдельно, президент отдельно, парламент отдельно. И поэтому эта прокуратура, она получает удары сверху, снизу, сбоку, с космоса, с поземелья и так далее. Она получает сейчас удары в основном и изнутри. И изнутри, правильно, и изнутри тоже, потому что это создает вот эти питательные среда. Вот интересно, сколько этих ударов, сколько этих скандалов мы еще увидим за ближайшие три недели. Извините, я вас перебью пока, Вадим. Проанонсируем. Раньше 10 числа имя нового генпрокурора мы не узнаем. Вы все, дорогие депутаты, уходите в очередной, ну если не отпуск, то на каникулы такие маленькие, да, пасхальные. Остается три недели. Владислав, нам ждать от вашего ведомства новых обвинений, новых вызовов на допрос? Если да, то давайте анонсируйте, кто это будет. Ну, что касается скандалов, то первые, кто в них не заинтересованы, это прокуроры. Нам не свойственны скандалы, нам не свойственна политика. Прокуроры, люди, которые выполняют закон, работают по закону. Я же говорю, лишь нынешние информационные условия заставляют нас выходить также к микрофонам и камерам. Мы, естественно, будем вручать повестки, мы, естественно, будем проводить и помогать проведении задержания, и проводить процессуальное руководство там, где совершены преступления. То есть скандалов мы не хотим. Мы публично готовы работать, мы готовы привлекать журналистов, общественность к тем громким делам, которые есть. Я надеюсь, что никаких скандалов не будет, и прошу также и журналистов, и депутатам нам в этом помогать. Вот даже говорим о Хаско. Мы публично выставили материалы, связанные с его ордерами, и я на брифинге попросил, все желающие, журналисты, общественники, проведите независимое расследование. Пожалуйста, мы дадим любые документы, и я уверен, что наши результаты по расследованию совпадут. Пожалуйста, давайте прокуратура пусть занимается своими делами. Давайте все-таки не будем о Хаско, это не совсем красиво, его здесь, к сожалению, нет. Да и не он тема этого разговора. Я все пытаюсь выяснить, с чем связана внезапная гиперактивность прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. Продолжим. Юрий Луценко, кстати, то, о чем вы говорили, о том, будет генеральный новый прокурор свадебным генералом или нет, или будет обладать реальными полномочиями. Юрий Луценко, один из главных, по-моему, претендентов на сегодняшний день на пост главы Генпрокуратуры, сказал, что не хотел бы становиться генпрокурором, поскольку самоуправление прокурора сделает декоративным пост главы ГПУ со следующего уже вторника. Кто может разъяснить, что такого произойдет со следующего вторника в Генеральной прокуратуре, что пост генпрокурора станет декоративным, и почему Юрий Луценко, кстати, год назад БПП активно выступал за это, в законы его лоббировал, сейчас вдруг передумал. Позвольте я поясню, потому что у меня есть конкретные ссылки на статьи и нормы нового закона о прокуратуре, которые вместе принимали. Только цитировать их не нужно, доступным языком объяснить. Друзья, ему не собираюсь, потому что закон это не просто книга для чтения, им должны пользоваться и законодатели, и в том числе и прокуроры. Что происходит? Для того, чтобы прокуратура стала профессиональным, независимым, политически незаргоджированным органом, впервые в истории украинской прокуратуры мы ввели институт прокурорского самоуправления. Это означает, что у прокуроров был срок для того, чтобы провести по всей стране, во всех местных прокуратурах, свои конференции, выдвинуть делегатов на всеукраинскую конференцию, для того, чтобы там было избрано 13 членов Совета прокуроров Украины, дальше провести соответствующие мероприятия и избрать дисциплинарно-квалификационную комиссию прокуратуры. Друзья, так вот этот закон, который мы с вами проголосовали, прогрессивный закон, говорит о том, что генеральный прокурор не будет иметь самостоятельности в принятии кадровых решений, он не сможет надавать оценку и привлекать прокурора в дисциплину. Это мы понимаем. Вы нам лучше скажите, почему глава вашей фракции пока еще Юрий Луценко назвал это самоуправлением дьяволов, которые должны набрать ангелов. Потому что, как показал минувший год, только 3% за прошлый год у нас произошло обновление в прокуратуре Украины. Спасибо, Максим, очень много желающих выступить по этой теме. Николай Скорик, да, затем вывладислав. Спасибо, Николай Скорик. Два момента. Первое. Мне кажется, что нужно вернуться к Конституции. И когда мы говорим о конкурсах, в Конституции записано, что кандидатуру генерального прокурора подает президент, утверждает парламент. Я считаю, что в данной ситуации не доверять президенту, это не доверять Конституции собственному государству, не доверять парламенту тоже неправильно. Второе. Когда мы говорим о реформах прокуратуры, вот коллега сказал о том законе, который вот сами же депутаты коалиции проголосовали, а теперь сами хотят отменять. Что про... Ну, приостанавливать. Не отменяйте. Я прошу прощения, я прошу прощения. Мы корректируем. Я прошу прощения. Можно я закончу? Вот хотелось бы понять смысл. Я не юрист. Ну вот я как... Даже не как депутат, а как гражданин. Вот господин Куценко, когда выступал, сказал о функциях прокуратуры касательно борьбы с преступностью. Мы как-то об этом совершенно забыли. Там о борьбе с поддержкой гособвинения в отношении тяжких преступлений и так далее. Мы в курсе, какая у нас на сегодняшний день ситуация с преступностью. Насколько вырос уровень преступности и насколько упала раскрываемость. И никто не говорит с этой точки зрения об оценке работы генеральной прокуратуры и органов прокуратуры в целом. Хотя пересечные громадяны именно так оценивают работу правоохранительных органов. Не потому поймали там или не поймали. В итоге же никого вот из все эти так называемые резонансные дела, никого же не осудили. То есть все говорится, показывается, пресса занята и так далее. Второй момент. В отношении так называемых реформ забрали у прокуратуры функции общего надзора. Вот я не езжу по другим большим городам, скажем, нашей страны, но в Одессе и в Киеве бываю регулярно. То, что творится на сегодняшний день в отношении незаконного строительства и в моей родной Одессе и в Киеве, иначе как беспределом не назовешь. И в прокуратуру можно написать. В Киеве то же самое. Она тебе напишет, меня во дворе пятикомнатный балкон возводят. В чем суть тех реформ, ребята, о которых мы говорим? И последнее. Возвращаясь к Конституции, президент должен подать кандидатуру генерального прокурора. Действительно, об этом всю неделю говорилось, о том, что это будет Юрий Луценко. Но всю неделю также говорилось о том, что кандидатурой первого заместителя генерального прокурора должен быть кандидат от другой составляющей партии и коалиции. Вы считаете, это реформа органов прокуратуры? Давайте перенесем, транспорируем такой принцип на милицию, на СБУ, на другие органы. О какой реформе вы говорите? Боритесь с преступностью, а не занимайтесь ирумом. Так, Владислав, все-таки объясните нам вы, что это во вторник у вас будет за самоуправление дьяволов, создано, по словам Юрия Луценко? Ну, во-первых, я очень рад, что у нас конструктивный разговор, и вот коллеги пришли с законодательными актами, я не хочу повторяться. Единственное, я скажу, чтобы вы понимали, кто будет избирать органы самоуправления прокурорского, и какая доля здесь влияния генеральной прокуратуры. Так вот, сейчас по результатам конференции избрано делегатов. От генеральной прокуратуры 6 человек, от региональных прокуратур и прокуратур военных регионов 90 человек, и от местных прокуратур, где средний возраст прокурора 29 лет, на конференцию приедет 368 делегатов. И при этом при всем Рада прокуроров, это главный орган, который будут создавать с прокурорского самоуправления, будет состоять из прокуроров, которые не должны иметь административных должностей. То есть это должны быть рядовые прокуроры отделов. Можно я сразу уточню, возможно, вы знаете, из всего этого списка большого, какой процент людей работал еще во времена Януковича, например? Не, ну, такую аналитику, к сожалению, я не проводил. 99 процентов. Здесь, извините, проводился конкурс, давайте так, Янукович, тут можно по всем говорить, кто работал на тех или иных должностях при Януковиче. Я не работал никогда. А что касается и политиков, и милиционеров, это долгий спор. Что касается конкурса по местным прокурорам, он также прошел по тем правилам, которые были записаны в новом законе. И здесь, извините, проходит не Олимпиада. Здесь происходит, тот, кто показал лучшие знания, лучшую квалификацию на тестах, тот и прошел. Как законодатель заложил, так и не так. Вы знаете, у нас же есть проблемы с прокуратурой, колоссальные. А мы продолжаем заниматься тем, что мы двигаем те же кровати. То есть мы говорим, вот сюда мы переместим кровать, или туда переместим кровать. Да не кровати двигать надо, извините, как в старом одесском анекдоте девочек менять. То есть вот эта вот рада прокуратуры изберет тех же людей, которые на сегодняшний день в прокуратуре работают. И дальше эти люди будут проводить реформу прокуратуры. Поэтому на сегодняшний день стоит задача. Это действительно правовой инструмент. Это действительно инструмент для работающего органа, для здоровой организации самоуправления в прокуратуре. Но только надо сегодня это отсрочить на время. избрать генерального прокурора, дать ему почистить эту прокуратуру, которая существует на сегодняшний день. И после этого тогда уже можно говорить о самоуправлении прокуратуры, о доверии, когда поднимется доверие в прокуратуре. То, что вы сказали по поводу преступности, это действительно факт. И я считаю, например... Это немного другая тема. Да, это немного другая, только в том, что... Это вопрос, который, наверное, повиснет в воздухе. Господа, объясните мне, пожалуйста, почему снова одни и те же грабли? Я хочу объяснить. Был год. Чем вы все думали? Закон плохой. Закон хороший. Почему вы об этом заговорились маніпуляции? Просто я пояснился маніпуляции. Друзья, смотрите, для того, чтобы понять, что сейчас происходит, почему мы пришли к той проблеме, нужно чуть-чуть вернуться назад и пригадать, как это все ишло. Значит, еще Верховной Радой в этом исключении был принятый довольно прогрессивный закон про прокуратуру. Тогда генеральным прокурором был пан Ярема. Значит, за час своей каденции он палец в палец не ударил, для того, чтобы подготовить прокуратуру до запроведения этих конкурсных процедур. Далее. Когда пришел пан Шокин, я его запитался. Как вы видите реформу прокуратуры? В ответ не было ноль. И когда мы пришли на весне, минулого года, до того, что реально подготовить реформу в прокуратуре часу не было, было заинтересовано внесение ряд изменений до закону про прокуратуру в частині порядка проведения этих конкурсов, которые выбирали керевников местных прокуратур. И в результате того, что на основе этого закону наказ, который был выдан Генеральной прокуратурой, который создавал этот закон, про что мы писали в своих заявлениях и обратили внимание президенту, мы не получили обновления кадрового склада прокуратуры. Потому что философия этого закону заключалась в следующем. Это европейские стандарты, когда прокуратура получает самоврядувание, но мы понимали, что если та прокуратура, которая была, получает самоврядувание, реформы не происходят, потому что оно законсервируется, забетонируется реальный стан речей, и реального прогресса и реформы не происходят. Это то, что мы получаем на сегодняшний день. Поэтому тут не просто стоит вопрос о том, что там отстрочить вступ в силу проведения этих конференций. Потребно вернуться до этапа обрания местных руководителей, местных прокуратур, обновить прокурорский корпус. У нас величезная количество профессиональных, моральных, толковых работников в Украине. Юристик. То есть сделать наконец-то то, что не было сделано. Спасибо большое. Я хочу прежде всего акцентировать внимание, когда проводилась эта реформа. Мы были все воодушевлены ситуацией, которая происходила тогда в МВД, когда мы начинали работать с новой патрульной полицией, когда на одно место приходили много людей, когда мы подняли первым делом зарплату. Я хочу просто акцентировать внимание на том, какая зарплата сегодня прокурору. Почему туда не пошли молодые люди, прогрессивные? Послушайте, сегодня стоит один вопрос. За 2500 гривен ни один уважающий себя юрист не пойдет работать в прокуратуру. Поэтому это и была система, которая сам себя сохранила. Низкими зарплатами могут работать те люди, которые в этой системе понимают, знают ее и изнутри больше года называют. Поэтому я объясняю, для того, чтобы вернуться. И мы, когда это все понимали, дали год, для того, чтобы мы прошли этот этап. К сожалению, к нашему, мы опоздали. Сейчас необходимо просто на год отсрочить, то, что говорят все. Ну, это мы уже говорили. Спасибо, Борислав. Поднять главные зарплаты, чтобы после этого дальше продвигаться в дом. Спасибо. Владислав, отвечайте. Сразу два к вам вопроса. Действительно ли в стенах прокуратуры извратили этот закон? И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, поделитесь опытом. Как при зарплате 2500 гривен вам удается держать ведомство без кадрового, в общем-то, голода? На самом деле прокуратура не обладает полномочиями исковеркивать закон. Таких полномочий у нас нет. Какие правила игры прописываются? Его можно исполнять по-разному. Его можно исполнять по закону. Так как прописано, так конкурс и прошел. И вы знаете, что у нас за конкурсы, а в то время отвечал... Даже я знаю, что можно по-разному, а я врач по образованию, а вы юрист. Ну вот смотрите, но есть у нас массовые суды по проведению конкурсу от кандидатов. Два или три судебных процесса идет. Хотя проводились конкурсы, вы знаете, на какое количество посадок. Поэтому, что касается того, что мы что-то исковеркали, я еще раз говорю, мы не законодатели. Правила прописываются, мы их исполняем по конкурсу. И в том числе не мы избирали прокуроров и кандидатов. Это делали комиссии, в которые также входили народные депутаты Украины. Я не слышал от них жалоб, что что-то проходило не так. По два парламентария включались в каждую комиссию по отбору прокуроров в разных регионах, от всех фракций. Не дайте мне соврать об этом. Генеральный прокурор. Все понятно. Давайте посмотрим, кто из вас убедил наших телезрителей. Все это время не отвечали на наш мини-опрос. Звучал он так. Покажите, пожалуйста, нам результаты на экран. Прокурорские битвы. Вопрос с зрителем звучал. Громкие уголовные дела в Генпрокуратуре. Это устранение неугодных или борьба с коррупцией? Ну, в принципе, с натяжкой можно сказать, что мнения зрителей пока разделились. Давайте пойдем дальше. Локомотивам реформ естественно должен стать новый глава ведомства. Торги за кресло Генпрокурора. Вот о чем я сейчас хотел бы с вами поговорить. Юрий Луценко на сегодняшний день остается кандидатом номер один на пост Генпрокурора или нет? Позвольте, я скажу. Ну, во-первых... Давайте, Максим. Вы, Клуценко, ближе из всех присутствующих. Возможно, знаете больше. Ну, во-первых, Торг здесь не уместен, как говорится в одном фильме. Все заберут. На самом деле, назначение... Максим, вот вы сейчас искренне сказали. В Украине, по-моему, Торг уместен везде. На самом деле, конкретно и правда. Назначение Генпрокурора на должность это действительно политический акт. Хотим мы того или не хотим, но согласно Конституции Украины 1996 года и в редакции 2004 года исключительно прерогатива представления в парламент кандидатуры Генпрокурора является президент Украины. Максим, мы это все прочтем. в Википедии и в законах Украины. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Юрий Луценко на сегодняшний день по-прежнему кандидат номер один или нет? Безусловно. А также кандидат номер один еще при найме три человека, которые сегодня пока не озвучиваются. Но наша задача сегодня открыть вот эту консервную банку, которая называется прокуратура и впустить туда свежие лица. Понятно. Владислав, скажите только откровенно. Я знаю, что Луценко человек достаточно принципиальный и если не будет принят закон с нужными изменениями, Луценко свадебным генералом в этом органе не будет. А я хотел бы уточнить у Владислава. Скажите откровенно. В Генпрокуратуре хотят видеть Луценко своим начальником? Вы знаете, я как прокурор отвечу абсолютно по закону. Единственный человек, который может сегодня назвать кандидата и фамилию претендента на должность Генпрокурора, это президент Украины. Только у него это право есть по Конституции. Не у прокуроров, не у коллег народных депутатов. Они лишь дают согласие или не дают. Я как человек, который выполняет закон и Конституцию, естественно, буду работать и мои коллеги с тем, кого предложит президент и кого утвердит парламент. В стране нужен Генпрокурор-политик или Генпрокурор-профессионал? На этот вопрос должен ответить один человек, это президент Украины, а в вашем случае это подтверждение Луценко. Юрий, это не политическая посада. Это не политическая посада. Нам нужно очень четко осознавать, что в стране есть политические посады. Это первый президент, второй премьер-министр, третий министр, четвертый народные депутаты. Крапка. Политических посад больше в стране нема. И Генпрокурор это должна быть особой, именно отдаленной от всех политиков, которая будет готова сажать в тюрьму за злочины любых людей. Или из своих коллег по фракции. Или вообще не политиков. Из любых. Есть два нормативно правильных документа, которые означают понятие. Юлист и при этом еще и камикадзе. Вот ваш вариант. Можно и так сказать. Но это должна быть человек, яка я ревно отдалена от политиков. Ей задача служить закону. Повноважение прокурора и генеральную прокуратуру. Если он будет работать в этой системе, он никогда не изменит эту систему. Нам надо быть человеком вне системы. Повозже, сейчас разберемся. Повозже и обладать политической волей, для того, чтобы пересажать и тех, кто вышки когда-то ворует. Для этого необходимо иметь еще и волю. И иметь еще реальные юридические механизмы. Спасибо, Максим. Андрей Андреевич, друзья, это кого? Друзья, безусловно. Безусловно. Друзья, мы седутся. Андреевич, генеральным прокурором Украины должен быть человек, который будет исполнять прежде всего закон, конституцию и другие законы страны. Раз. Генеральным прокурором должен быть человек, который должен быть избран по предложению президента в парламенте Украины. Два. Под генерального прокурора Украины я в страшном сне вижу, что мы будем принимать отдельный закон, который посадит на эту должность того или иного политика три. И когда вы, господин прокурор, придете и скажете, вы знаете, в генеральной прокуратуре общественное мнение относится таким образом, что поддерживают все его начинания, а не все ваши поступки, которые свидетельствуют только о одном. Ни одно уголовное дело со времен Майдана не рассыто, ни один преступник не принес на наказание, и ни один сегодняшний общественный деятель не сказал, я не являюсь объектом пристального внимания генеральной прокуратуры. Вот когда вы так скажете, вот тогда у вас будет генеральный прокурор, который будет выполнять закон. Аплодисменты. Аплодисменты. Можно несколько промежуточных выводов. Первое. Промежуточный вывод. Реформа прокуратуры провалена. Это первое. Второе. Она провалена не столько прокурором, сколько парламентом, политическим классом. Это два. Почему она провалена? Потому что, это я уже услышал, это значит понимание того, какой должна быть прокуратура, каким должен быть генеральный прокурор, нет. Понимаете, можно говорить, что Юрий Луценко принципиальный человек, но принципиальный человек не должен торговаться. Сделайте для меня такой закон, чтобы я не был свадебным генералом. Тогда я пойду на фонд генпрокурора. Понимаете, это уже... Не, нет, секундочку. Дальше. Генпрокурор не должен быть главным силовиком страны. Потому что тут идет такое, как бы, понимание того, что генпрокурор это что-то такое, что-то такое невероятное. Не нужно нам, нам должен еще быть слуга закона. Дальше. Реформы делают не прокуроры. Прокуроры-исполнители. Реформы создает парламент. Общественность, которая контролирует парламент, помогает это делать. Главный прокурор, это должен быть менеджером по выполнению этих реформ, по имплементации этих реформ. Дальше идем. Понимаете? Дальше идем. Не путайте патрульных с прокурорами. У прокурора должно быть знание УПК, процедурных этих вещей. Это ж улицы... А у патрульных не должно быть вообще никаких. Нет, ну подождите, ну не в таком объеме. Понимаете? Не в таком объеме. Да ни в каком нет. Во-вторых, посмотрите, как вы иллюстрировали. Вы хороших прокуроров отправили обратно, остались плохие там. Что, Галомша плохой прокурор был? Но вы его первого иллюстрировали, первого Галомша иллюстрировали из прокуратуры. Так кто его иллюстрировал? Я не знаю кто. Парламент, наверное, принимал такое-то. Парламент не принимает таких решений. Еще раз, поэтому, я вот что. Давайте, вывод какой. Значит, сейчас нужно остыть, проанализировать комитету, Верховной Радой, профильным комитетом. Что правильно, что неправильно в этом законе. Учесть ошибки. Дальше. Эта реформа прокуратуры должна идти в контексте. И реформы суда, и полицейской реформы, которая остановилась на полпути, потому что надо там следствие менять, надо все вот эти специальные службы и так далее, а не только патрульную полицию. В национальном совете реформ должен быть такой блок, который все это изучит. И потом уже подавать кандидатуру генерального прокурора. Он не должен быть чистым политиком, но он не должен быть и чистым профессионалом. Потому что профессионалов жилят русский. То есть может быть не чистым профессионалом. Вот здесь вот действительно... Он должен быть политиком в том смысле... Нет, нет, он должен быть политиком в том смысле, понимать, какую политическую линию осуществлять при реформе генпрокуратуры. Вадим, вот в чем вы правы, это в том, что систему, безусловно, нужно реформировать не точечно. Не сегодня генпрокуратуру, завтра судебную. Конечно, это все вместе надо делать. Смотрите, вот у нас последний пример только прошлой, по-моему, на прошлой же неделе задержали мэра Выжгорода. История, ну, грандиозная взятка. Конечно. Вопрос сейчас не в том, многие там уже начинают говорить о том, что его просто подставили. Есть обвинение человеку. Суммы гигантские. 200 тысяч на руки, миллион вообще просим. Где он сейчас, кто знает? Дома. Он не дома. Он не дома. Он в своем кабинете. Он подписывает документы. Ну какая раз дома или на работе. Владислав, вот объясните мне, пожалуйста, имеет человек с таким подозрением, правда, сейчас будет на работе? И благодаря кому он сейчас на свободе? Не то, что на свободе, на работе. Ну вот смотрите. Нет, кому сейчас вопрос нам задавать, как журналистам? Вопрос к суду, который принял такое решение о мере пресечения с альтернативой залога. Внесли финансовый залог, который определил суд, несколько там миллионов. И человек вышел. Это не было доказательств. Доказательств. Никто же подозрения не снял. Суд согласился, что мера пресечения нужна. Арест. То есть содержание под стражей. Либо залог. Вот так сказал суд. И суд, с учетом того, что деньги поступили, такой закон, человек вышел на свободу, но он является все равно подозреваемым по делу, но не ограничен в своих правах перемещения. Ну может быть тут вопрос на журналистах суд, депутатах может закон менять дальше. Что мы предлагаем? Юрий Левченко. Что мы предлагаем? Катрин, дайте, пожалуйста. Обратите внимание, в нашей студии появились две очаровательные девушки, кстати. Это так, чтобы разъяснить обстановку. Одна из них Катрин, они ему теперь помогают. Я просто в этом контексте, знаете, хотел бы два момента зазначити. Ну, по-перше, ответственность лежит как на Верховной Раде, так и на прокуратуре. Хотел бы, пожалуйста, сказать про Верховную Раду, конкретно по вашему прикладу. Так? Вже рік лежит законопрект моего авторства, чтобы заборонить выпускать под заставу на особистое обязанное и так далее людей, которые звинувачиваются в коррупционных злощинах и обнимают, або обнимали особо важливые ответственные посадки. Так? Цей законопрект лежит рік. По это все рассказывают, все обурюются, как и Фремово выпустили. Вы же прекрасно, наверное, понимаете, почему за него никто не голосует. Почему просто лежит? Скажите, почему. Я чудово понимаю, почему так происходит. Потому что большинство народных депутатов Украины в Верховной Раде працует на своей кишени, на интересах общества. И поэтому такие законопректы им просто невыгодны. Но кроме Верховной Ради, которую надо, конечно, изменять терминово, есть вопрос тоже о прокуратуре. Потому что представитель прокуратуры говорит о том, что прокуратура всегда выполняет закон, працует только по закону и так далее. Вот там тоже один пример своей деятельности народного депутата. Сейчас в новом КПК, ну, он уже несколько лет его называет, потому что он довольно сильно изменился по отношению к старых правил, появилась очень хорошая такая статья, 214, в которой четко прописано, что прокуратура или национальная полиция, это, соответственно, высокаивший слідчий орган, обязаны внести справу до ЕРДР, как только они получают поведомление или заяву по злочинам. Забовязаны. Там нет двозначных читаний, там нет такого, что они сначала должны что-то изучить, подумать, а потом вносить или не вносить. Там четко прописано, как только они получают заяву по злочинам или поведомление, они обязаны внести в ЕРДР и начать досудовое расследование. Так вот, у меня есть сотни ответов от Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, где они говорят, что мы не внесли это вопрос до ЕРДР, потому что мы не вбачаем там склад у злочину. Они это не имеют права, чтобы сказать. Они должны по КПК вносить автоматично. Так вот, это вопрос до того, насколько Генеральная прокуратура выполняет законы, которые даже сейчас существуют. Пожалуйста. Достите, пожалуйста. Вы знаете, мы проговорили такие вещи, а на самом деле нам уже в зал вносяться и другие законопроекты. И кто их читает, а я, напевно, знаю, что прокурор про это знает. И мы приховываем от общества очень важные вещи. Ну, по-перше, внесли два законопроекта. Первый законопроект – это 44-81, где он даёт возможность уменьшить юридический стаж до 3-х годов. Людина должна иметь высшую область, а также высокие морально-деловые качества для того, чтобы обнимать посаду Генерального прокурора. Комитет, каже Мякина, отримал зранку этот закон, после обеда одноголосно проголосовал. Что произошло дальше? Нет. Вы не правы. Народный фронт, да, я договорю, будь ласка. Далее, Народный фронт за наполяганием вносит законопроект разом 44-69, где кроме этих положений вносит про спецконфискацию туда, о том, что не проходило, о том, что наши европейские коллеги снимали, и комитет отхилив полностью у другого читания. Вносит норму. Вже не обовязково передавайте все дела в ДБР. Прокурор сам будет вырешивать, какие справы отдавать, какие иные. Вносит норму заочного судочинства без решения суду. И Луценко каже, что тей законопроект, который поддерживал комитет, он ему позволяет стать Генеральным прокурором. Он не хочет работать за этим законом. А он хочет работать за законом. Вадим, спасибо. Вадим, спасибо, я хочу завершить. Это не факт, который сегодня вносится в правах. А этот законопроект, он не набрал, потому что вы у себя не можете найти голоса за эти законопроекты. Вы, коалиция, и самое главное. Ну, дай пора дать слово, Вадим, спасибо, вы закончили. И хочется теперь дать слово Андрею Помазанову, у которого я хочу, в частности, спросить и такую вещь. Не кажется ли вам, что на этой неделе в парламенте была предпринята попытка политической приватизации Генеральной прокуратуры? Я говорю о вашем кандидате на пост замглавы генпрокурора, который, возможно, даже будет голосоваться пакетом, да? Если генпрокурором станет представитель БПП Луценко. Такие варианты рассматриваются? Рассматриваются. Считаете ли вы нормальным, когда две партии фактически назначают своих руководить? Ну, не хочется говорить вот это слово смотрящих. Ну, представителей, скажем так, Генеральную прокуратуру. Для чего? Вы пока не сказали ничего нового. Давайте все-таки к моему вопросу. Ну, дозвольте, просто я комплексно відповіду. Мы должны сейчас говорить про то, что сейчас есть аналогия того, что выдувалася судовая система. Ну, дозвольте, я відповім комплексно. Ну, как я могу ответить, как на допите? Мы же не на допите. Давайте интересную разговору. Вам же ж интересно, что думает представник Генеральной прокуратуры. Поэтому мы видели, когда мы дали представникам судовой системы право обрати их руководителей по новой системе, что они сделали? Они сделали то же самое, что и было. Они обрали старых руководителей. Поэтому очень похожая система может сейчас статься в органах прокуратуры. Именно поэтому пан Луценко, как имоверный кандидат в Генеральные прокуроры, который, наверное, может запропоновать на эту посаду президент Украины, они говорят про то, что если будут такие сборы, и создается Рада прокуроров, КДКП и тому подобное, то он действительно может стать весельным прокурором на цьему всему сбеговистку. Поэтому действительно он может або відмовиться, або іншим чином как-то самоусунуться от этой проблемы. Ну, тогда объясните, каким образом зам его зам от Народного фронта укрепит его позицию. Я же продолжу. Кандидатуру Генерального прокурора вносит президент. Народный фронт готовый вселяко поддерживать президента в той кандидатуре, которую он запропонует. Так, как, в основном, и формировали уряд. Не было никаких условий. Я вам рассказываю, что происходит на фразе. То есть это не ультиматум по поводу Саражука. Я просто испугался, что в вашей партии боится посадок. Я вам рассказываю, мы не должны сейчас верить плиткам, которые сейчас идут в парламенте, от политиков и тому подобное. Жодная система голосования пакетом за Генерального прокурора и за заступника не предназначена законом. Заступника первого призначает Генеральный прокурор. Если за новую систему будут принимать законы, то сейчас очень тяжело, что у нас все остальные голосования идут по закону. Зараз, жодною договоренностью про то, что начебто Народный фронт, его представники, кто бы это ни был, призначатимутся разом с Луценком или другим кандидатурой от Блоку Петра Порошенко, таких договоренностей нет. Мы сейчас все, и Народный фронт, как ответственная политическая сила, ждем пропозиции президента на ту посадку, на ту людину, которую он запропонует на посадку Генерального прокурора. Давайте узнаем, какие предложения от господина президента ждет народ Украины. Несколько дней подряд мы проводили опрос на нашем сайте подробностью ЕЙ. Злителям предлагали ответить на вопрос, кто же должен стать новым генпрокурором. Варианты были. Известный политик, украинский прокурор. Покажите, пожалуйста, нам. Вы не можете нам дать. Хорошо, извините, пожалуйста, техническая такая накладочка, но у нас же есть второй опрос, мини-опрос, который только что был. Он готов? Дайте хотя бы его, пожалуйста. Вот, партийные квоты в генпрокуратуре. То, о чем мы только что с вами, Андрей, говорили. Нужны или не нужны? Даже комментировать нечего. Нужны, нужны. Ну, это вдруг вас, черт, попутает, бес попутает, и вы захотите все-таки инвестерить партийные квоты в генпрокуратуре. Бороться с коррупцией, это очень важный момент. Он не должен быть политичным, правильно? Ради, я просто хочу предупредить. Если вы поделите, это будет называться система политического патронажа. Нет, нет, подождите, я скажу. Это Киржев, в виде ротоканала он сказал это продолжение. Послушайте меня. В Италии была самая... Послушайте, в Италии, послевоенной Италии, была такая система, когда партии полностью, несколько партий, которые входили в правящую коалицию, полностью деребанили все должности в государстве. Высший уровень коррупции был. Потому что партийными интересами все буквально, так сказать, объяснялось. Поэтому прокуратура должна быть не партийным органом. Это институция государства. Это ключевой институт государства и государственности. Я вот хотим бездорожить, но один очень важливый момент. Как он может быть на партии, который у нас партийный президент? Хорошо, вы так говорите. Боюсь, что мы с вами не выяснили, но хотя бы хоть какие-то, может быть, моменты прояснили для наших зрителей. Я прощаюсь с Владиславом Куценко, вы к нам приходили только всего лишь на один час. Эта тема себя исчерпала уже, по крайней мере, в сегодняшнем выпуске. Мы прерываемся на небольшую рекламу. Продолжим очень скоро. Извините, кто идет. Это черное зеркало. Мы продолжаем наши эфиры, продолжаем задавать неудобные и острые вопросы нашим гостям, политикам и чиновникам. Вначале давайте вспомним главные темы сегодняшнего выпуска. В первой части мы говорили о том, что происходит в Генеральной прокуратуре Украины. Попытались выяснить, что действительно стоит за громкими делами, громкими допросами. Борьба за выживание или реальные реформы. Попытались выяснить, кто может стать новым генпрокурором. Выводы делать пока вам самим. Сейчас говорим о реформе в Минздраве. Возможно ли она в том ведомстве, которое никак не может найти себе начальника. Разбираемся прямо сейчас. Так что же, уважаемые гости, творится в Министерстве здравоохранения и в системе здравоохранения в стране в целом? Минздрав, он скорее жив или мертв? Говорим прямо сейчас. Как так получилось, что чуть ли не впервые в истории независимой Украины у нас есть Министерство, которое никто не хочет возглавить? Неужели оно действительно доведено уже до последней ручки? Слово бывшему министру. Олег Муси, пожалуйста. На самом деле, ситуация в Министерстве охранения здоровья и в системе охранения здоровья, в целом, катастрофична. Особенно после последнего руководства историком, министерством. Знаете, я такого жаху не помню за все 25 лет. И свидетельством этого есть и небожание прийти к человеку на посаду министра охранения здоровья, для того, чтобы что-то сделать, нужно неимоверные усилия и нужно политическая воля. Министри у нас остаются политическими фигурами. Уряд, который сформировался, это было задекларовано не прагматичный, а политический. Поэтому, безусловно, это полная политическая ответственность блоку Петра Порошенко подать кандидатуру и взять ответственность за Министерство охранения здоровья. Вы знаете, в блоке Петра Порошенко есть несколько депутатов, которые отмолились от этой посады, даже наших коллег, которые работают у нас в комитете. Окрім того, комитет вопросов охранения здоровья показал очень хороший пример, как можно не надеяться на законную гилку влади, а в нас за законом законная гилка влади, которую есть Министерство и Кабинет Министров, должен выполнить решение парламенту и взял на себя инициативу с реформой системы охраны здоровья. Мы очень долго ждали при призначении пана Квиташвили на обещанную реформу. То был уряд реформаторов, в котором мне пощастилося частково быть. Я был в уряде Камикадзе, извините. Потом был уряд реформаторов, который не провел почти никакой реформы. И, по сути, мы втратили один рік из-за этой политической квоты. Пана Квиташвили и историка, который вообще не разбирался и хотел разрушить украинскую систему охраны здоровья. Но Комитет с вопросом охраны здоровья на сегодня работал и внес на взгляд Верховной Рады 20 концептуальных законопроектов, которые строят в Украине новую систему охраны здоровья. Чи нужен нам Министр Комитета с вопросом охраны здоровья, чтобы реализовывать реформу? Пока что, пока мы не приняли эту реформу, я думаю, что он, напевно, нам и не нужен, как парламентарям. Он нужен только людям, которые хворят сегодня и живут сегодня. Я только хотел спросить, а украинцу простого? Ну, министр нужен на сегодняшний день? Тому потребен министр, не политичная фигура, не политичная квота, не чийся высуванец депутат, а потребен практик, який знает систему охраны здоровья из середины. Я вот все-таки еще раз хочу уточнить, почему-то мне слабо, я не могу представить, почему, что в современной Украине кто-то не хочет стать министром. Да там очередь в каждой министерстве стоит. Действительно все отказываются или торгуются? Они, насправді, не пропонуют профессионалам, які могут врятувати систему охраны здоровья Я скажу, скажите, Борислав. Это господин Усенко, директор института Шалимова, которого практически поддержала вся коалиция и все остальные фракции. Он достаточно уважаемый человек. Буквально за сутки до назначения Кабмина он отказался. Наверное, я был последний человек, который с ним разговаривал, ну просто там спрашивал, почему. Потому что действительно этот человек, ну действительно имел колоссальное доверие от всех. Как профессионал... Здесь я могу подтвердить, я лично знаю господина Усенко, я знаю с чего и во что он превратил институт Шалимова. Но говорят, отказался не только он. Речь идет о 14 вроде бы претендентах. Потом нами, ну как бы в таком режиме, мы не могли бы в авральном режиме искать министра. Потому что это на самом деле самое главное министерство в стране. Как бы кто меня не убеждал, там министерство финансов, но здоровье людей, здоровье нации, это превыше всего. Поэтому сегодня у нас получилась такая коллапсовая ситуация. На сегодняшний день министерством управляет господин Розенко, вице-премьер-министр по делам социальной политики. В министерстве есть достаточно профессиональные замы, на которых сегодня, ну, больше-менее положено те или иные обязанности. Но внесение кандидатуры, я думаю, что на следующей пленарной неделе мы обязательно эту кандидатуру внесем. Кто это будет, я не могу сегодня сказать. Потому что я просто не хотел бы, чтобы сегодня уже этот человек попал под удар. Потому что начнут сразу спекуляции вокруг него. Потому что на самом деле, если в этом министерстве забрать закупки, которые являются самым коррумпированным образом и символом коррупции в стране, это министерство действительно должно возглавить, должен возглавить медик. Не фармацепт, не представитель фармацевтических компаний, а именно медик. Тогда действительно в стране достается и реформа... А возможно, что весь сыр, бор и вся вот эта вот закавыка только из-за закупок, возможно, делят этот поток? Я не знаю, кто его делит. Я знаю, что сегодня впервые, в прошлом году, его перевели на международные закупки, я расскажу просто мысль. Которые сегодня там по каким-то там анализам от 10 до 90% сэкономили денег. Но я хочу просто сказать, там сформировалась очень коррумпированная система закупок, где люди просто не дают возможности проводить нормальные тендеры. И вот если на сегодняшний день появится тот министр, которого мы все ждем, первое, что он должен сделать, это максимально прозоро, на всех, я не просто как прозоро, а именно прозоро сделать эти закупки. Тогда интерес, абсолютно бой другой. Спасибо. Ольга Стефаниншина, вы у нас из фонда пациента Украины, вот что вы можете сказать о ситуации с Минздравом? Я хотела бы честно сказать... Спасибо, Лана, за микрофон. О том, что на самом деле министр ранее шел в Минздрав, для чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги наверх. Деньги на закупках всегда поднимались наверх. Ольга, давайте будем говорить, давайте говорить прямо, он не шел, там и платили за это место, и подковерными играми занимались. Сейчас вы совершенно правы. Выгрызали это место, а сейчас никому не нужно. Международные организации закупают лекарства и вакцины для Минздрава. Никому не интересно идти и просто делать реформу, к сожалению, в нашей стране. Не надо нам медик, нам не нужен врач. Я вот от имени пациентской организации вам говорю, нам нужен менеджер и управленец, который поставит это все на профессиональный уровень. Врачи должны лечить в больницах людей. А врачи у нас уже были, мы знаем, что это такое. Нам нужен человек, который, извините, пожалуйста, с яйцами встанет и больше не вступит в сговор ни с одной фармацевтической компанией. У этого человека должна быть чистая репутация и никаких связей с фармацевтическими компаниями, как сейчас мы видим Александра Павленко, которая связана с фармацевтической компанией Дарница и так далее. Спасибо. Ирина Сысоенко, как вам из Комитета по охране здоровья в Верховной Раде видится ситуация? Что не так с министерством? Вам, кстати, не предлагали постминистра? Я вообще хочу сказать, что у нас нету Министерства охраны здоровья. Наше государство охрана здоровья вообще в принципе не занимается. А как бы вы его назвали? Министерство зарабатывания на здоровье? Я бы переименовала его в Министерство лечения, а за саму деятельность бы поставила бы жирную двойку. За то, каким образом проходит лечение. Давайте будем честно говорить. Все государственные программы, которые финансируются из госбюджета, направлены на что? На лечение колоссального количества заболеваний. И у нас вообще нету системы профилактики и сохранения здоровья. Вот когда это будет основой работы Министерства здравоохранения, тогда мы будем говорить именно за охрану здоровья. Но чтобы это стало основой, Министерству нужен как минимум начальник. Я согласна с вами полностью и считаю, что это была стратегическая ошибка. Не подать кандидатуру Министра здравоохранения в том пакете, когда голосовался весь Кабмин. Потому что я сейчас не представляю, как наберутся голоса за единственную кандидатуру Министра здравоохранения. Чтобы за нее проголосовали все политические силы, чтобы было 226 голосов в парламенте. Но я бы тогда посоветовал политическим силам, которые не хотят голосовать, вспомнить о том, что у них возможно парламентские выборы на судосрочные. И министры от них ждут те люди, у которых больницы закрывают, у которых последний ФАП на три села закрывают. Это сейчас происходит в Украине, пока вы не назначаете министра здравоохранения, кстати. Вы совершенно... Заканчивайте. Не мы, а то лица. Вы совершенно говорите правильно, что действительно сейчас очень важным, что, наверное, ответственность за такое важное направление социальное, как охрана здоровья, взял бы, наверное, на себя премьер-министр Украины. И непосредственно координировал вопросы международных закупок лекарственных препаратов, вопросы реформ, которые 24 года не сделало наше государство, перекладывая ответственность на врачей. Мы постоянно перекладываем ответственность на врача, и у нас везде финансирований охраны здоровья нет самого главного. Нет финансирования за медицинскую услугу. Каждый пациент, придя в больницу, он оплачивает деньги из своего кармана. Поэтому сегодня мы с вами все платим два раза. Первый раз, как плательщики налога. Второй раз, когда приходим в больницу, и нам на входе дают огромный перечень лекарственных препаратов, которые мы должны купить. Ирина, как бы страшно это ни прозвучало, но, возможно, это единственная причина, почему еще хоть как-то выживает наше отечественное здравоохранение. Вот эти вот денежки и конвертики в карман. Теневые обороты денег. Оксана, скажите вы тоже, как представитель комитета по здравоохранению в парламенте. Кем вы видели бы министра? Кто, кстати, а кто эти 14 человек, которые отказались? Кому это не интересно? Я не знаю 14, но я колькох претендентов я знаю. Назовите имена. И в данном разе те, кто отказался, это те люди, которые поважают себя и не хотят быть сейковыми министрами. Потому что они смотрели на Квинташвили. Его, он не руковал министерством, потому что все заступники, которые у него были, он выбирал. Одних ему дала администрация президента, других ему дав уряд. Это люди, которые ответили не перед ним, а перед своими кланами. Поэтому, посмотревшись на это, люди, которые уважают себя и хотят дальше руковать и что-то очолить в галузе медичной, отказаются. Я вам скажу, что я сегодня смотрела за абсолютно фейковой акцией, которая произошла с премьер-министром. Сегодня врань передали репортажи, что премьер-министр с двумя заступниками появился в ДП медпостач и переконался, что туда поставили аж три позиции по державной программе детской онкологии. Это была абсолютно фейковая акция. Шановный премьер-министр, где камера, которая до него возвращается. Вас покажут. Отвертаюсь до вас, что вас обманули ваши пиар-менеджеры и обманули вас два заступника Министра охороны здоровья. Как всегда вас обманула перший заступник пані Павленко. И, на жаль, в цьому взял участь пан Перегінец. Это те люди, которые сейчас фактически все сделали для того, чтобы международные закупивки не происходили в правом поле. На сегодняшний день, чтобы вы понимали, те три позиции, которые вам показали. У меня все три национального виробника. Две из них позиции подозрелой якости. Эти две позиции никогда не куплялись для детей с онкологическими заболеваниями. Вот смотрите, Оксана, мысли понятны. Но здесь вы как бы ответили... Оксана, подождите. Вы как бы ответили Ирине, которая сказала, что премьер-министр сам должен курировать вопросы закупок. Вот мы видим, не должен сам. Но и не должен. Но и не должен. Нам нужен министр. Когда мы его увидим? Сегодня была... Сегодня была Упихвинская рада Ахмадиту. И вот это нам список леков из 56 позиций попросили купить по онкогематологии. Цей список на один месяц, демонстрирую. Который обратился главный лекарь Ахмадиту купить. Цей список больше двух миллионов гривен. Это життя 70 детей протягом ближайшего месяца. Оксана, а это еще скажите, как повезло Ахмадиту, а не ближе к вам. А что делать Запорожскому онкоцентру? Да, вчера... Черсонскому, Николаевскому. Они до вас закричаться не могут. Вчера нам удалось с новым заступником министра, паном Иликом, нашим коллегой, забрать все области на Раде и обговорить то, что мы с каждым губернатором вырешили справу, чтобы сейчас, терминовано на наступном тижне, без тендера купить на 200 тысяч гривен. Но это в данном разе рятует наших онкохворых детей максимум на тиждень, чтобы вы понимаете. Хорошо, вот смотрите, и вы, Ирина, говорите, что во всех бедах здравоохранения виновата только министерство. Расскажите мне, пожалуйста, что хорошего сделал Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения для каждого больного в Украине. Сколько денег вы смогли выбить в бюджете, например, на систему здравоохранения? Мы с Турилой, как раз... Ирина. Да. Самое главное, что сейчас сделал уже Комитет охраны здоровья, это взял на себя ответственность за слово реформы, чтобы они не были пустым словом. Ирина, сколько денег вы пробили в бюджете на здравоохранение? В этом году, благодаря моему активному участию во время принятия бюджета в Комитете бюджетном, вместе с пациентами Украины мы добились того дополнительных выделения полтора миллиарда гривен. В общем и целом, это было больше, чем в 2015-м или нет? Минус 4 миллиарда. Минус 4 миллиарда. Почему вы проголосовали за бюджет? Мы говорим... Нет, мы не голосовали. Фракция Санкомпомощь не голосовала за бюджет этого года. Извините. Николай. Значит, назывались цифры. Это очень важные вопросы. Вопросы финансирования. Первое. С учетом реальной инфляции, которая была в 2015-м году, реальные расходы на медицину сократились на 50% с учетом инфляции, если посчитать в процентах. Второе. Вы так легко говорите об ответственности, которую кто-то на себя взял. Вот два года большинство здесь присутствующих, либо недавно были властью, либо сейчас являются властью. Они голосовали за господина Квиташвили. И они так легко говорят, господин Квиташвили оказался человеком, который за год только разваливал здравоохранение. В этой же студии, я здесь же сидел, вы говорили, это такой грузинский реформатор. Он такое сделал в Грузии. Он так сделает прекрасно в Украине. О чем мы говорим? Если, вот очень простой вопрос в отношении финансирования, вот господа члены комитета по здравоохранению, вот скажите мне, пожалуйста, сколько получает медицинский работник, средний медицинский персонал в центральной районной больнице? Николай, вы снова путаете мне все карты. Мы обязательно об этом поговорим. Я обязательно поговорим об этом, но немного позже, а сейчас я прошу всех помолчать. Немного у нас на связи с нами Ольга Богомолец, глава комитета, кстати, да, Верховной Рады Украины по здравоохранению. Ольга, здравствуйте. Мы вас ждали в студии, черного зеркала сегодня, но вы внезапно должны были приехать в администрацию президента Украины, правильно? Я не могу ним поинтересоваться, зачем, что за встреча, и не вышли ли вы оттуда после нее министром уже здравоохранения Украины? Нет, безусловно, я продолжу оставаться главой комитета охороны здоровья, потому что мы очень много начали и законов, и реформ, и я не шла в парламент для того, чтобы пересислить в кресло министра охороны здоровья. Если бы я хотела сести в кресло министра охороны здоровья, я бы это сделала значительно раньше. У меня есть, в основном, четкое видение того, что должно быть сделано сейчас в парламенте. И, в основном, отсутствие министра в кресле охороны здоровья, я считаю, что очень хорошим результатом работы комитета охороны здоровья, который принял закон о передаче денег международным организациям, и на сегодняшний день кресло министра не было таким солодким, каким оно было раньше. Но все же, сладкое, не сладкое. Скажите, вам его предлагали или нет? Или вы в списке тех 14 отказавшихся от этого поста? У вас очень удивная уява, вообще, про посаду министра. Я четко озвучила свою позицию, когда шла очолювать комитет охороны здоровья. Что я не претендую на кресло министра, потому что я считаю, что мы живем в парламентской президентской форме правления. И не министр має вказать депутатам, как жить в стране, а министр має выполнять те, те, те законы, которые принимает парламент. И наше завдание – очистить парламент для того, чтобы он мог быть эффективным. На сегодняшний день парламент не является эффективным, потому что в парламент не пришло достаточно критичной массы нормальных, адекватных людей, патріотов Украины, которые не выстоят свои интересы в парламенте, а занимаются выстоянием интересов государства. Ольга, скажите, пожалуйста, какие шаги не терпят промедления, которые должен сделать новый министр, дай Бог он появится? И чтобы спасти систему здравоохранения, все мы понимаем, что она в плачевном состоянии в стране. И кто, по-вашему, может реально реформировать систему здравоохранения в стране? Кем бы вы видели этого человека? Совместно с парламентским комитетом, естественно. Первое, нужно понимать, что рухаться нужно одночасно в двоих площинах. Первая площина – это выполнение тактических задач и решение сути проблем сегодня. Найбільшая проблема, которая существует сегодня, это отсутствие леков, а отсутствие доступных леков. Поэтому, протягом года в Комитете охраны здоровья готовился закон про лекарские средства, который на сегодняшний день уже находится в парламенте, но его вынесение на голосование блокируется певными лоббистскими группами. Этот закон позволит открыть рынок Украины и избавиться монополии и коррупции, чтобы на Украину вошли эти препараты, которые зарегистрированы в европейских странах и позволены для использования в европейских странах. Само это тактический крок, и мы протягом года готовили этот закон, чтобы взрушить, наконец-то, этот величезный айсберг, который, в основном, за все годы независимости накопичивался. Это очень важный тактический крок, который должен быть выполнен для того, чтобы тем людям, которые сегодня страждают, дать им возможность доступных, качественных леков. Наступный крок, который должен происходить одновременно, это реформирование. Кто может это сделать? Вы задали вопрос. Повторите, пожалуйста, я не слышу. Второй шаг, пожалуйста, по реформированию, и кто бы сделал это? Про лекарские средства. 2162. Второй шаг – это изменение системы и парадигмы освятия лекарей. Мы чудово с вами понимаем, что нового полицейского можно подготовить за 6 месяцев. Лекаря нового, который будет уметь использовать европейские протоколы, не может подготовить за 6 месяцев. Поэтому сегодня нам нужно изменять систему подготовки украинских лекарей, чтобы они могли дать качественные услуги. Параллельно изменять модель оплаты работы лекаря. А для этого нужно изменять модель финансирования галузи. Сплатить услугу, а не финансировать лежкомисце. Без адаптации европейских клинических протоколов, что в первую очередь должно быть сделано Министерством охороны здоровья, реформа не срушится с места. На сегодняшний день фармлобисты блокируют развитие и в парламенте, и в Министерстве охороны здоровья. Потому что они не зацикавлены ни в открытии украинского рынка, ни в адаптации европейских клинических протоколов, соответственно, до которых изменятся процедуры того, как они могли принимать участие в собственных тендерных закупивлях. И Министерство в минулому році было обязано передать на закупивлі 4 млрд, а передало только 2 млрд. И я могу сказать, что благодаря нашей работе с 2 млрд не вкрадено ни одной копейки, а решта 2 млрд. Мало бы разобраться в правоохоронную систему. И если бы те, кто принимает участь и идет к закупке препаратов, которые в Украине купаются вдвече дороже, чем в той самой Белоруссии, если бы эти люди еще сели за грати, то поверьте, что черга в кресло Министра была бы еще меньше. Ох, эти грати очень многих ждут. Спасибо, Ольга. На связи с нами была Ольга Богомолис, а мы продолжим в студии. Вот все-таки, объясните мне, пожалуйста, я не могу понять. Из того, что говорят присутствующие, это не Министерство, это же Клондайк какой-то. Здесь вам и фармкомпании, здесь вам и лоббисты, здесь вам и серые схемы закупок. Но это же рай для коррупционера. Почему никто не хочет? Это было когда? Сейчас нет. Сейчас эти государственные закупки переданы международным организациям. Что же все говорят о журнале? Само тому, само тому, кто же... Что вы взяли в этой идеальной форме? Знаете, я сама... Корова уже выдаена, можно ее бросить. Пусть уже тогда реформаторы ее берут. Я думал, я здесь имею право говорить, кто будет вносить связи. И вносить ее сейчас будет вносить. Это не скоро. Я хотел просто сказать, знаете, какая абсурдная ситуация. Вот мы чуем наших коллег из Комитета охороны здоровья. Керевник комитета. Они действительно работали в фаховые законы по охране здоровья, по реформированию системы охраны здоровья. Закон про ликарские засоби. Керевник комитета и наши коллеги говорят, фармлоббисты, вот они не дают поставить это на пленарном заседании Верховной Ради. А где же они сидят, эти фармлоббисты? Невже керевник комитета, от БПП, и глава Верховной Ради, который полтора года был от БПП, не могли взять ответственность, переломить этих лоббистов? Где же они сидят? Что мы не можем, я закончу, что мы не можем принять законы. Из присутствующих кто-то брал деньги за нужное голосование в пользу лоббистов? Ну хотя, конечно, вопрос, кто ответит? Давайте все разберемся по закону. И я, все эти лоббисты, чтобы мы с вами разумели, кто блокирует сегодня систему реформирования охраны здоровья. Кто блокирует конкретно? Хорошо, давайте без имен. А сколько стоит правильное голосование в пользу лоббиста? Фармкомпании какой-нибудь. Ну примерно. Какие суммы звучат? Ну 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Украинцы должны знать, за что их продают. Вы знаете, абы питания выходили на голосование, и каждый бы показывал свою позицию, это было бы одно, скажем, зрозумение. Когда вообще они не выходят, я, например, не знаю, что за законопроекты, я не знаю, яка реформа, потому что они не вернулись. Я вам скажу так, парламент за полтора года работы, в этот четверг первый раз в порядке ДЭНом оказалось два. Из 18 два законопроекта за полтора года работы парламента. Два законопроекта. Да, только при условии. Да, только при условии. А почему их тогда? Кто их сапарил и почему? Их просто не вынесли в зал на голосование. Голова комитету Ольга Богомолець, которая, до речи, смогла объединять работу комитета так, чтобы больше законов последние пів года подписываются фактически всеми членами комитета. Теперь ей Ольга Богомолець, члену фракции БПП, ее фракция не даёт часу для спільной конференции комитету. Мы последние наши конференции проводили на часе радикальной фракции радикальной партии, чтобы вы понимали. Так, а ну БПП, кто вставляет палки в колеса Ольга Богомолець? Я, мы сейчас не будем, как бы, или, ну, как бы, наш коллега, Ольга Богомолець, так, я однократно на фракции поднимаю вопросы своего комитета, что необходимо сделать день медицинского парламента, что необходимо вынести законы. Я, подождите, я хочу сказать, у нас сидят здесь представители разных комитетов. Почему другие комитеты выносят свои законы, а медицинский не готов? Потому что, скажите, сколько за всё время вами было полностью опрацовано законопроектов? Вот, которые готовы к залу, к весеннюю. Скажите искровенно. Да больше года лежат уже, больше года. Сколько законопроектов лежат? Сколько законопроектов лежат? 18, 18. 18 законопроектов. А вы у нас из какого комитета по промышленной политике? Если мы говорим про смены до законодавства, через нас пришло сотни законопроектов. Мы говорим сейчас про те специализованные, которые должны изменять ситуацию в охране системы. Я понимаю. Борислав, друзья, 9 месяцев назад мы хотели снять Александра Квиташвили. 9 месяцев, это интересно. Вы так хотели его снять, как он боялся, я прошу прощения. Просим проголосовать все фракции, которые критикуют бездарную деятельность здравоохранения. Друзья, Оксана, ну я очень уважаю вас. Ну почему радикальная фракция, которая так критиковала Квиташвили, не дала ни одного голоса, чтобы он ушел в отставку? Я потребитель медицинских грузов, я не врач. Но я знаю, как мой, Оксана, вы хотели поставить виконучего поиска на весь этот час пани Павленко. Вы хотели поставить исполняющие обязанности нету госпожу Павленко. Подожди, она по законодательству имеет права выполнять обязанности министра. Обязанности министра выполняет керевник аппарата. Не было, кто-то еще не был. Я бы торговлю, да, и вы не знаете об этом. Я единственное, что могу сказать по этому поводу. Судя по всему, реформы в системе здравоохранения ждать нам еще долго и долго. Юрий Левченко. Лана, дайте микрофон, пожалуйста. Я просто хотів, бо тут забалакали питання, таке цікаве, а чому законопроекти не виносяться в залу? Тут почали говорити, я був, знаете, дуже здивований в лапках з позиції депутатів з БПП, які дивуються, чому законопроекти не виносяться в парламент. Ну, насправді, для наших телеглядачів, може, ще хтось не знає, може, депутати не знають, але, згідно регламенту Верховної Ради України, остаточне слово щодо винесення будь-якого законопроекту в зал, знаете, хто говорить? Голова Верховної Ради. Голова Верховної Ради Фомуй Прадок Дени, це приман номер регламенту Верховної Ради України. Тому запитайте свого колишнього голову Верховної Ради, вашого одноподійця, пана Гройсьмана, який тепер є вже прем'єрміністром України, чому він той чи інший законопроект не виносив Верховної Ради? Це стосується не тільки питання про оховні здоров'я. Наприклад, наші свободівські законопроекти щодо демонополізації, щодо девшерізації, тільки зараз дали девшерізацію, у нас вже півтора роки ці законопроекти лежать в Верховній Раді. Їх не то, що не голосують, їх так само навіть не виносять на обговорення. Бо саме обговорення вже показало, хто є хто реально в Верховній Раді. І це є пряма відповідальність пана Гройсьмана. Під час якого правління, якого, до речі? Понад, ні-ні-ні, ми зараз говоримо про це, тому що не приймаються правильні законопроекти, тому що колишня голова Верховної Ради навіть не виносять їх на голосування. І при його правлінні понад 50% законопроектів, законів, взагалі приймалися з порушенням регламенту. Це ті, які приймалися. Це також з точки зору, знаєте, щодо того, наскільки можна якісь реформи робити, коли сьогоднішній премьер-миністр, будучи головою Верховної Ради, насправді порушував той закон постійно, за яким він мав діяти, як голова цієї Верховної Ради. Тобто про які реформи можна говорити взагалі не то, що в Верховній Ради, а в лікарі не говорити. Понятно, що проблем накопилось громадьо. Андрій Артеменко, зачем ви? Я все-таки еще пытаюсь вияснить, є ли шанс на реформи в системі здравоохранення? Конституція України говорить о тому, що в нас медицина безплатна. Конституція України говорить о тому, що в нас медицина безплатна. Скажіть мені, хто із вас не платив врачам деньги? Первое. Второе. Радикальна партия предложила полтора року назад радикальну изменінню і реформу медицини. А именно введення об'язательной страховой медицины, которая самое главное даст возможность финансировать нашу отрасль. Откуда, где на сегодняшний момент колоссальные дырки? Але хто все оформлено. Ви насправді, я являюсь автором этого законопроекта. Один-єдиний законопроект про загальнообовязкове державне медичне страхування, зареєстроване в Верховній Раді паном Шипком. Один-єдиний законопроект, який так і називається «Загальнообовязкове державне медичне страхування» від член комітету з питань охорони здоров'я. Давайте не перебільшим. Насправді, голосование за автономизацию закладов охраны здоровья, за один из этих двух законов, которые мы проголосовали, засвечив 280 голосов. Проголосовали все фракции и позафракционные депутаты. Это свидетельство того, что реформа, подготовленная комитетом, качественная. Мы подготовили качественные законопроекти и есть понимание залов всех фракций. И опозиции, и опозиционного блоку, который был первой опозиции, теперешней опозиции, позафракционных депутатов, и владе. Вы знаете, почему этот закон столько долго не принимался? Вы знаете, что был механизм в основном законе Кабминевскому, была прихована приватизация медзаказа. Это раскрадание всей системы. Раскрадание. И цей закон лежав так долго, потому что была кожен раз надея, повернусь я до того законопроекта, который... Вы хотите сказать, что прошлый Кабмин хотел распродать больницы? Ковариватизировать их? Конечно. Так и сейчас я к этому все веду. Алексей, я скажу, когда будет реформа на медицин. Нам даже сейчас принятия цьего законопроекта в же зале, пришлось бы даже принимать экстренные меры. Наконец-то, хоть правильный вопрос, но хоть наконец-то. Государополитики, я должен дать слово экспертам, потому что они будут на меня обижаться. Вадим Карасев, Кирилл Куликова очень... Ну правильно, вот Николай Скорик, вот он правильно сказал. Понимаете, почему реформ не будет? Да потому что это тоже никто не знает, а что делать? Потому что, понимаете, тут такая каша в голове. Первый вопрос... Вадим, я сразу спрошу, вы думаете, кто-то... Вот честно, еще остались у нас политики, которые думают, что делать, а не как заработать? Так без этого же не будет медицина, во-первых. Я просто хочу знать, есть такие еще люди? Сейчас, ну давай, можно я сейчас о другом нюх. Ну правильно было сказано. Что даже сейчас в мире уже не говорят об охране здоровья. Это в управлении здоровьем. Ну это важная вещь. Первое, ну подождите, дайте. Закон про громадское здоровье... А вы, подождите, секундочку. Давайте, вот голова комитету, голова комитету, каже, послуга. Вот давайте для себя определимся. Это право на лечение бесплатное? Есть конституция или нет? Или это будет услуга? Нет. Услуга, подождите. Услуга это рыночная категория. Право это социальная категория. Вот это первое должно мы решить. Дальше. Мы должны... Это в законе должно быть. В законе. Так что, услуга или право? Дальше. Должим определить, где государственный сегмент бесплатной медицины. Бесплатная медицина есть в Англии, извините меня, в Германии есть, в любых капиталистических странах есть большой сегмент бесплатной медицины. Какая платная медицина? Частная медицина. Вот эти все... Да все из них нету. Гарантованный минимум. Гарантованный минимум, так почему? И дальше. И третье. Это определиться со страхованием. Государственное страхование, частное страхование и так далее. И последнее. Надо четко определиться. Что мы разваливаем, что мы оставляем. Вы понимаете, что вы только что написали план на годы? Нет. Это у нас не нужно. Я сказал, что я уточнил для этой страны на годы. Алексей, Алексей, Алексей. Нет, нет, смотрите. Медицинская реформа самая сложная. Посмотрите, Клинтон делал реформу в 90-е годы. Не смог сделать. Обама частично сделал. Да, 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 частично сделал. Поэтому надо вот с этого начинать. Что мы отбрасываем из советской системы? Она была неплохая. Медицина была неплохая. Надо это сразу признать. Конечно. Так, правильно. Что отбрасываем, что оставляем, что создаем. А у нас все так. Разломать или не ломать. Но это не выбор реформ. Вы знаете, проблема состоит в том, что когда ты едешь по нашей стране, висят огромные борды, на которых написано лечение в Израиле, лечение в Германии, лечение в Америке и так далее. Может ли себе вот эти вот ребята позволить лечиться в Америке семьи обычно украинцев? Нет. Зато могут позволить себе прокуроры, украинские чиновники, министры. Если с ними что-то происходит, он сразу лечится где-то у нас. Извините меня, или в Израиле, или в Германии его нет. Так вот, давайте мы внесем, хотя бы сделаем первый элементарный шаг. Запретим чиновникам, это не синекура быть чиновником, это обязательство. Лечиться за рубежом, лечить свои семьи и так далее. И вы увидите, как сразу у нас улучшится медицина. Если вы, я нарешу вам этот вопрос, конечно, это не будет. Если человек осторожен, то нет. Но вы же сами понимаете судьбу этого законопроекта Парламент. Что, Борислав? Я эти правки вносила до законопроекта как раз про державную службу. Ци самые правки я вносила. Но, ребята, это популистно. Если человек не популистно, то если чеку операцию надо лепить. Мои правки были вызнаны, как данный момент, в предыдущей Конституции Украины. Оксана, Борислава, он сейчас просто взорвется, у него какая-то информация просто чрезвычайная. На самом деле, реформу медицины сделает министерс социальной политики. Объясню почему. Потому что здесь, Вадим, правильно сказал одно уточнение. Что самое главное, социальная проблема, отсутствие денег. И если на сегодняшний день мы не найдем официальных денег, для того, чтобы человек имел возможность быть застрахован государственными органами, предпринимателем и всеми остальными, будет продолжать то, что есть сегодня. Сегодня я просто скажу элементарный пример. 47 миллиардов бюджет нашей социальной субсидии на медицину. Есть такое? И 70 миллиардов находится в тени. То есть это те деньги, которые сегодня крутятся вокруг медицинских учреждений. Так вот, сегодня самое главное для нас дать эти деньги официально русской. Тогда появится у нас система, когда будет платная услуга, когда будет официально получать деньги, будет повышение зарплат, будет возможность покупать медицинское оборудование лучших производителей, когда действительно никто не будет ездить в Израиль или в Германию на лечении. Будет искать здесь. Поэтому до тех пор, пока не будет социальной, медицинской, обязательной системы страхования, ничего медицина не изменит. Это говорите, как будто ультиматум нам ставят. Это ультиматум. Делайте. Не ставьте нам ультиматум. Делайте. Пишем закон. Делайте. Ну, медленно пишите, я вам хочу сказать. Люди умирают. Олега, скажите, вы мне. Поверните нам, будь ласка, на систему охороны. Наши заслуженные 2,5 миллиарда, которые у нас в печат бюджетной ночи, вкрали. Я была на бюджетном комитете. Я бачила, как все происходило. Поверните, будь ласка, нам на них 2,5 миллиарда. На что их пустили? О, там распредел був дивовижный на цему бюджетному. Эта ночь мне запамяталась на все життя. Ну, вы проголосовали только один момент, вы проголосовали за бюджет. Я перепрошу, я не голосовала за бюджет, хочу вам нагадать. Ваша фракция голосовала. Да, фракция, а я не проголосовала. Почему вы проголосовали за бюджетом? Олег, вы как бывший глава Минздрава. Нет, скажите мне другое. О каких суммах вообще шла речь, когда разворовывалось там все? Ну, насколько мог обогатиться чиновник? Мы помним рекорды богатырьовой. За последние 10 лет, приблизно за последние 10 лет, сумма откатей на закупивлях державных леков сягала десь за оценками приблизно от 40 до 50%. Насправді, коли я став Министром охорони здоровья... Речь идет о каких суммах за год, но это объемы какие? Я вам скажу, коли я... 100 миллионов долларов? Ні, 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 коли я став Министром охорони здоровья, держзакупівлі були 2 миллиарди 200 миллионів. Половина сядала в карману? 10% було завжди закріплено за Министром охорони здоровья. Я міг отримати, якщо б я купився на ці корупційні схеми, які мені пропонували люди, наближені до прем'єр-міністра. Такую самую большую взятку вам предлагали. Я би міг стати мільйонером 220 миллионів, як мінімум. Я з вами назвав і сказав, безумовно, давним-давно це було зроблено вже. І генеральна прокуратура відбіла кримінальні справи. І в ефірі я це повторяв не один раз. Я повторюю півтора року в ефірі про це, що відбувається, які схеми були там. Хто курував, хто є фармацевтичною мафією, яка зараз знаходиться в блокі Петра Порошенка. І фармацевтичник фармацевтичної фірми Дарниця, який там знаходиться, він і є головним куратором і блокатором всіх реформ в охороні здоров'я. Але я би хотів, щоб насправді наші люди і аудиторія зрозуміла, що трішечки, вибачте, не кваліфіковані були коментарі від вас. Щодо реформи системи охорони здоров'я. Добре, подождіть, я хочу сравнить. Якщо мільярд с чем-то осідає в карманах, а скільки потрібно, наприклад, для жителів Николаївської області, грошей в рік, щоб не вмирати в муках від рака, не має обезболювання безплатного? Насправді, по державних програмах онкології, забезпечення сягає по дитячій онкології 90%, а по дорослій онкології тільки 20%. Ні-ні-ні, пане Мусі, я перепрошую, по дитячій онкології 70%, по дорослій 6%. Ну хорошо, це тіньових дінь, хватило б, щоби помочь людям з ліченнями. Насправді, не вистачило б навіть тих грошей. А діагностика? Всього 6%. Я молчу за профілактики діагностики. В нашому закоді, який розроблений комітетом, називається Організація медичного обслуговування, є визначення медичної послуги, є узгодження 49-ї статті з 95-ю, де є за державний бюджет, той, який передбачений на охорону здоров'я, послуги надаються безоплатно по 49-ї статті, а все інше, якщо немає державного бюджету згідно 95-ї статті, ці всі послуги будуть абсолютно чіткі, визначені, уніфіковані для всіх, і за них буде нести відповідальність. Це прописано в законодавстві. Я не можу поняти відповідальність, я не можу поняти відповідальність. Ви почали називати конкретні імена і дозності людей, корупціонерів, да? На ринці фарапрепаратів. Ну, які пропонували. Еші раз уточніте, ці справи вже в производстві? Ні, звісно, вони не в производстві, тому що перший заступник міністра... Хорошо, вважайтеся прямим ефіром, називайте чітко, фамилии. Ефір, прямой ефір, це є основанням для прокуратури, для возбуждення уголовного дела. Звісно, прокурор, генпрокуратуру, шов, але фамилия, озвучена в ефірі, працює точно також, називайтеся і переходимо в нас. При такій генеральній прокуратурі, шутка фамилия, ще раз, шутка фамилия. При такій генеральній прокуратурі, насправді, ці всі звернення дорівнюють нулю, тому що їхні куратори, які є політичним куратором, спробують безумовно. Називайте фамилию, не змінються в цій країні ніколи, ні черта, якщо ми будемо говорити полутонами і полунамеками. Куценко ушов, називайте. Господи, мені був призначений перший заступник міністра охорони здоров'я, пан Салютін, який курував державні закупівлі, який відповідав за всі державні закупівлі 2015 року. І пацієнти України, ми разом з пацієнтами України боролися проти тієї мафії, цього першого заступника призначив пан Мартиненко за наполяганням пана Яценюка. Це конкретні прізвища, я їх озвучую на кожних ефірах. Але результати нуль, насправді. Тому я не вірю в цю Генеральну прокуратуру, яка здатна будь-що зробити з цією мафією, яка керує разом з Народним фронтом. Ви знаєте, що треба зробити? Зібрати просто пакет документів. Зібрали, подали, підписали. Там Яценюк ініціював звернення, і нічого не розібралося, бо немає підстав. Ви знаєте, що ціне підстави розповідали. Ви знаєте, що ціне підстави розповідали. Звучить, що ціне підстави розповідали. Звучить, що замовчат і дадуть слово прекрасної дамі. Спасибо. Ольга. Хочу ще раз подчеркнути, де в данний момент сидять головні лоббісти і фармафі. Один із них сидит в кресле першого замістителя міністра здравоохранення. Йе звуть Александра Павленко. По нашему мнению, именно она была главным лоббістом, который выступал в своє время против международних закупок лекарств. Конкретно этот человек валил законопроекты Верховной Раді, звонил главе Комитета Верховной Рады с тем, чтобы эти законопроекты не були зарегистрированы. Глеб Загорий, Александр Третьяков сидять сейчас в креслах партии Блока Петра Порошенко. Эти конкретно два депутата валили эти законопроекты, по нашей информации, Верховной Раді. Это касательно лоббістів. Касательно реформы. Вот, знаете, мне она кажется таким маленьким ребёнком, у которого поссорились мама і папа. Я имею в виду сейчас міністра здравоохранення і комітет здравоохранення. Поддерживая все претензии к міністру Квитошвили, он не справился совершенно со своими задачами. Очень хотелось бы попросить тех, кто будет назначать міністра здравоохранення. Назначить такого міністра, который не поссорится с мамой, а маму хотелось бы попросить дружить с папой, для того, чтобы в этом году у нас была реформа здравоохранення. Спасибо. Я лично обратился к членам комитета, для того, чтобы они, будущую кандидатуру министра, обязательно завоевать с комитетом. Будь-який министр, который сейчас не прийдет, нам потребует выключить с командой. Дуже правильно пропозицию. Чому все відмовляются? Потому что после того, как они идут на банковскую, им кажут, значит так, Павленко лишается, той заступник лишается, будь-яка людина розуміє, что он фейковый, что он не будет керувати, что он не просунется. Вот пока эта система, пока они не понимают, что действительно сейчас час команды, до сегодня нормального министра мы не получаем. Потому что все, что происходит сейчас, это само собой, им навязывают полностью клановую систему. Ну, Оксана, мы в сегодняшнем эфире сделали, кстати, очень много, все, что от нас зависит. Фамилии названы. Мы надеемся, что генеральная прокуратура, в частности, обратит на них внимание. В принципе, это их работа. Я хочу вас запропонувати фракции БПП. Вы пропонували Гончаренко и Щейкина. Шановный ведущий, тоже маю медичную освіту и с червовным дипломом. Пропонуем фракции БПП. Вы хорошо владеете, спасибо, но... Боюсь, что я не настолько самонадеянный и в нашей политике, и отличаюсь здравоохранительной самокритикой. Я туда не пойду. Давайте посмотрим, как отреагировал на последний час нашей дискуссии наши зрители. Они отвечали на вопрос, почему же нет министра здравоохранения. Никто не хочет, уверен, 54% проголосовавших на сайте подробностей, и около 45% уверены, что все-таки еще торгуются. О чем это говорит? Да нет, доверие, в общем-то, у наших украинцев ни политикам, ни чиновникам. Вариант того, что все продается, все еще очень даже актуальный на сегодняшний день. Мы заканчиваем очередной час программы «Черное зеркало». На третий час у нас приготовлено очень много громких тем. Зрители, я прошу остаться, вам обязательно будет интересно. В эфире «Черное зеркало». Мы продолжаем наш сегодняшний непростой эфир. Давайте вначале напомню, о чем мы говорили ранее. Начали с судьбы генпрокуратуры. Обсудили, кто будет новым генпрокурором и удастся ли ему сломать систему, которая, как все знают, требует реформ и незамедлительных реформ. Далее говорили о судьбе Минздрава. Что происходит сейчас с ведомством, от которого зависят жизни каждого украинца? Оно скорее живо или мертво? Вопросы мы обсудили, а ответы принимать уже вам. Сейчас, в следующую часть этой программы, мы начнем с хорошей новости, но не для вас, дорогие украинцы, для депутатов. Им повысили зарплату. А когда остальным? Спросим прямо сейчас. Спасибо. Ну что, поздравляю присутствующих с троекратным повышением зарплаты. Сколько это вам теперь будут платить? Кто скажет? Кто уже посчитал? 17 тысяч гривен. Я не узнаю вас, Борислав. Я не узнаю вас, Максим. Где активность? Можно, Юрий? Я вам назвал цифру. 17 тысяч гривен без подарка. Дуже доброе, что вы нас только что запитали, и потом было мовчание. Знаете, почему? А потому что поважно большинство депутатов не живут на свою заплату, но они даже не знают, какая у них она есть. Поэтому, когда вы запитали, какая заплата народных депутатов, большинство помовчали. Так вот, так вот, доповидаю. Тишина, нет, подождите, тишина. Быстрый блицопрос. Зарплата депутата, Борислав, сколько? 18 тысяч. Ну, вы не посчитали, сколько вы будете получать? Андрей. Ну, смотрите, я отримую, сколько я є народным депутатом, я отримую 4 тысячи 500 с копейками гривен. Сколько будете? Новые зарплаты я не бачил и не отримал. Максим, сколько было в вашей прошлой ведомости? 4 тысячи 670 гривен. А будет? Как я прочитал в законе, 17 тысяч 100 гривен. Николай. Я получаю на карточку, я не беру в кассе, но она точно такая же, 4 тысячи 670. Олег? 4 тысячи 790. У всех 4 тысячи 790. Понятно. Но теперь вы станете жить лучше, жизнь станет лучше, жизнь станет веселее ровно в три раза. Да, Николай. Спасибо большое. Действительно, это... При том, что я думаю, для любого человека, если спросить, ты хочешь получать больше? Я думаю, любой нормальный человек ответит. Нормальный скажет да. Да. Но в данной ситуации я действительно считаю, что это верх цинизма. И этот шаг, я не знаю, кто это сделал. Говорят, что это сделал. Владимир Борисович подписал это решение перед своим уходом. Я считаю, это дискредитация украинского парламента в глазах украинского общества. Потому что на фоне того, что происходит, вот то, что говорилось сейчас о медицине, и то, что говорилось о прокуратуре, и на этом фоне, то, что происходит в экономике, поднять в три раза депутатам зарплату, это, еще раз повторюсь, высшая форма цинизма. Но вот предыдущие две темы, которые вы сказали, когда говорят о том, что, вот, главная шутка последней недели в парламенте, в всяком случае и в фейсбуке, я слышал достаточно много, в отношении того, что пожелание генеральному прокурору без юридического образования лечиться у врача без медицинского. Вот, действительно, люди должны получать достойную заработную плату за свою работу. Но если ее не получают медики, если ее не получают учителя... Николай, маленькая ремарка, здесь уже прозвучало то, что у меня медицинский диплом в кармане. Я вам хочу сказать, как человек, прошедший через это образование. Система медицинского образования, да вообще образования в Украине настолько коррумпирована, что, будьте уверены, половину Украины сейчас лечат врачи без диплома. А я вам скажу вот такую вещь. Они просто куплены. Вы знаете, вот сегодня была сказана такая очень важная вещь, в отношении того, что в Украине работает старая советская система, но вот в старой советской системе я в силу своего возраста успел пожить. Что представляла из себя старая советская система? Когда вот есть такая миниатюра Жванецкого в отношении, как он там лечился. И у него есть такая фраза. Вы, конечно, можете не платить за лечение, если вас не интересует результат. Если мне кто-то скажет, что в советских больницах никто не платил за дефицитные лекарства, в стране с тотальным дефицитом, это ложь. Но в Советском Союзе был минимум для людей, которые не имели возможности себя обеспечить. На сегодняшний день этого лишены 100% граждан Украины. Ургентные больные не получают вообще ничего. Вообще минимальной помощи. Бинтов нету. Ничего нету. Когда говорят, вот когда люди, пришедшие к власти в результате событий 2013 года, говорят о том, что в течение двух лет коррупция, то-то-то-то... А что же вы делали? Вы же пришли на лозунгах борьбы с коррупцией. Что вы сделали для того, чтобы посадить хотя бы одного коррупционера? Вы даже боитесь сказать, дозвать его фамилию в течение 15 лет. Потому что вы залишилися у младен. Есть такие, какие, какие, которые вы можете сказать. Коллегу сейчас парировать не нужно, он фамилии назвал. Киркох вы посадили, я предпрошу. Вы знаете, я не делаю зарплаты в три раза, вы же все рассказываете, какие вы святые и честные. Можно? Вы знаете, на самом деле, верх цинизма есть тогда поднимать зарплату, когда, например, у нас рік тому было доверие от людей 5%, сейчас 0%. При 0% поднимать заработки платы в три раза, это верх цинизма. Это первое. Другое. Ну, давайте хотя бы эффективно працювали депутаты. У нас на этом неделе больше 175 голосов коалиция не давала. Вони не ходят. Депутаты сегодня не ходят на работу. Платим им что 17, что 30, что 4. Вони не выполняют такие. Вони не способны, почему вы не голосуете за законы? Почему вы не голосуете за законы? Якую дала безусловно социология по сегодняшним депутатам. Так вот демократичные партии «Батьковщина», «Солидарность», «Самопомощь», «Ляшко», «Свобода» и «Укроп». 384 депутата. Это прекрасно. Вадим. Я дал вам договорить, но я хочу предупредить и вас, и остальных присутствующих. Давайте договоримся, что в этой студии вы отвечаете на вопросы, а не используете заготовки, выданные вам в штабах, которые обязательны к озвучению. Вы не ответили четко на вопрос. Но я зацеплюсь за вашу другую фразу, что это позор повышения зарплаты, когда в стране все так плохо. Кто из присутствующих еще считает это позором и считает недопустимым получать повышенную зарплату? Поднимите руки. При рейтинге, наоборот, в данном разе можно пропозить все? Я могу предложить в течение недели каждому из здесь присутствующих по фонду, в который вы можете переводить эту разницу. Да, я проповедую фонд таблеточки. Вадим, вы готовы? Я проповедую фонд таблеточки. Друзья, мы должны подходить системно. Если сегодня депутаты действительно принимают то, что они сегодня неэффективно работают, и это повышение, которое сегодня произошло, оно просто неморальное, тогда нужно принимать системные решения. Я понял, вы не готовы. А кто готов? Да, ситуация, або делать вместе системные вещи. Я, например, готовый, но я хочу, чтобы это были и депутаты из коалиции, и голосовали. Я готов свою зарплату перевести в любой фонд, но вопрос не в этом. У меня к вам вопрос. Вы, секундочку. А в чем тогда вопрос? Вы депутат, сколько созыва уже были? Первый созыв. Скажите, пожалуйста, а какая зарплата была, секундочку, депутатов седьмого созыва и шестого созыва? Так я говорю, я в первом созыве. Я хочу услышь, какая была зарплата у него? Откуда я знаю, какая она была зарплата? Может, ответит кто-нибудь здесь, в этой студии? Кто знает? Я скажу. А там что? 30 тысяч долларов, 30 тысяч гривен, вы пьете? 6 тысяч долларов. Я не могу понять, чему вы ведете. Вам мало или что? Борислав, 6 тысяч долларов, 30 тысяч гривен, приборцы пьете. Борислав, это вы к тому, что вы мало? Я говорю не понимало. Я говорю про то, что сегодня этот уровень просто вернулся. А поднял эту тему, если мы не забудем, секундочку, я хочу просто напомнить всем депутатам, вы проголосовали за этот закон. Это не ценит, сегодня говорить, что здесь я против. Вы все фактически проголосовали за этот закон. Поэтому сегодня мы проголосовали в 2014 году за снижение. Я очень благодарю, что на ваш день ждите, ждите. Давайте просто обращайтесь. Борислав, с точки зрения мы понимаем. Два момента, по-перше. По-перше, все-таки хотели бы зафиксовать определенный момент, что до того, кто знает, какая будет заплата, потому что потом говорили и все помилились. На спаде заплата депутата після податки будет 14,5 тысяч. Поэтому это важный момент, что до того, насколько люди живут на заплату, потому что когда я слышу от депутата, что я готовый полностью отдать все в фонд, мне тогда логичное вопрос. Что на народный депутат? Ты принимаешь решение на миллиарды долларов, когда ты голосуешь на клопочки. Ты принимаешь решение, которое керует вся страна за решениями. Заходом, чего ты будешь жить, если ты всю заплату передастешь в фонд? Правильно? Поэтому это такое вопрос. А теперь, что до того, как это решение было принято. Потому что, пан Искорик тут очень выступал. С этого привода очень интенсивно, обурювался и так далее. Пан Искорик, вы голосовали, я открываю сайт Верховной Ради. Вы голосовали за соответствующий законопроект. Я доповедаю, законопроект 38-13. Закон стосовался державной поддержки державных вигубных предприятий. Так, чтобы вы понимали, в этот закон была внесена поправка. Про зарплату депутата? Так, яка позволила подняти депутатам заплату. И пан Искорик за это голосовал. Это не бред. Это не бред. Я отвечаю за свои слова. Закликаю подъявиться. Это бред. И совершенно не так это решение принимало. Зачем вы говорите? Закликаю всех наших телеглядачей подъявиться. Я теперь разговариваю, ким чинам это было, что произошло. Справа в том, что в законе про державный бюджет в 2014 году была норма, которая лимитировала зарплаты народных депутатов и низкой других чиновников до закончения антитеррористической операции на уровне 6,5 тысячи гривен до податков. И эта норма формально до сих пор діє. Можем считать, что для депутатов АТО уже закончено. Так вот, в этом законопроекте, который я только что озвучил, потому что, конечно, никто не хотел окремо голосовать. Не хотели, потому что было бы соромно. Так вот, в этот проект внесли поправку с голосу прямо перед голосованием, чтобы эту норму 2016 года скасовать. И пан Скорик, как и много других посудников, за этот законопроект, с этой поправкой голосовали. Мы не голосовали, не голосовали. Давайте спросим у эксперта. Тарас, вот ты веришь, что депутаты станут работать лучше? С тройным и окладом? Нет, я не верю. Это потому что работа депутатов залежит от ответственности каждого депутата и ответственности и требований граждан от депутатов. Наши граждане, на жаль, в большинстве случаев думают, и думают популістическими гаслами, что дешевая влада, еще раз, дешевая влада дорого коштует народу. И это народ должен понимать, что народный депутат должен иметь высокую заработную плату. В нашей стране она должна складаться минимум 5 тысяч долларов по курсу действующего. Просто, если корреляции... Но это не про депутатов нашего парламента. Вы не понимаете, что народный депутат не может... Работодавец нашего депутата есть люди, народ. Если они не доверяют этому парламенту, всем депутатам, это их право решать и не давать им... Дорогая дешевая влада, народный депутат не может отримать 6,5 тысяч гривен и вимагать, и думать, что это будет нормально. У нас должны... Это должны должны понимать, что если вы хотите качественную послуги, вы должны отримать тех людей, которые готовы работать... Что думают украинцы по поводу этих зарплат, готовы ли они кормить депутатов хорошо? Мы можем посмотреть прямо сейчас, друзья. Оксана, извините. Хорошая мысль, но трудно исполнивая. Все-таки давайте посмотрим, готовы ли украинцы платить очень большую зарплату депутатам. Ну и тогда я зрителям скажу, что у нас сейчас идет опрос на эту тему на сайте подробностей. Присоединяйтесь. Да, Андрей. Недавно в командировке в США меня спросил один из наших коллег, депутат парламента Конгресса США, какая у тебя зарплата? Я говорю, в каком пересчете? Он говорит, скажи мне в долларах, пересчитай, скажи в долларах. У меня зарплата 250 долларов. Он на меня смотрит и говорит, кого вы обманываете? Вы обманываете самих себя? Свой собственный народ? Как это можно выжить? Но, господа, хочу привести еще один маленький пример. В какой способ нам подняли зарплату тайно? Я не согласен. Это должно быть не тайно, а официально, чтобы народ знал, сколько это... И третье, ключевое. Сегодня хочу вам проинформировать один факт. Знаете, сколько получает высший государственный чиновник такой государственной компании, как Укргаздобоча? Цитирую. 1 миллион 3858 гривен в месяц, которые состоят из заработной платы 322 тысячи, отпускные 12, отпускные 2 в месяц 4, выногорода за пиццу и работы 14, ключевая фраза. Премия за вырубничьи результаты 444, доплата за допуск до Дерштеймницы 48 тысяч гривен, надбавка за интенсивность практики 161. Если это так хорошо ценится, допустите меня до какой-нибудь Дерштеймницы. Посмотрите, что думают наши зрители, какой должна быть зарплата депутатов. Лишь 9%, 8-9% готовы платить много. Возможно, секрет этой цифры кроется в следующем. Сейчас я хотел бы провести небольшой опрос. Максим, вот вы все время рветесь отвечать, и вы, Борислав, скажите мне быстро, без подготовки, Сколько учитель получает в Украине на сегодняшний день? Ну, по ставке 2300 гривен. Максимально с теми надбавками это получается до 4, до 4. Медсестра с 3,5 тысячи гривен. Медсестра сколько автов в Украине? 4,5 тысячи гривен. А мы еще какие варианты? Максимально 1700. Вы еще выше украинцев. Нет, нет, нет. Вот противник комитета я попросил бы не отвечать. Оксана, вы подготовлены, не отвечайте на этот вопрос. Медсестра получает 2400 гривен. Это ставки, а там еще надбавки. Вы не получаете. Спасибо. Так что, есть еще варианты? Андрей, сколько получает учитель? Учитель первой категории, сколько примерно получает? Я просто хотела бы ответить комплексно, знову ж таки. Вы мне постоянно не даете сегодня слова. Сколько получает учитель? Медсестра и учитель отримают десь приблизно до 2 тысяч гривен. Да, если не враховывайте надбавки. Но я просто не хочу, чтобы вы ставили на бек тих популистов пустых, которые сейчас рассказывают, мне не нужна зарплата народного депутата, мне таймно ее подняли и тому подобное. Я хочу пояснить, действительно, как оно... Так интересно, я всю жизнь думал, что все эти годы работаю на телевидении, я работаю для украинского зрителя. Если я не популист, окей, я работаю на популистов. Пан Левченко, да, рассказываю, что там что-то таемное произошло. Я рассказываю, что в бюджете на 2015 рік действительно было закладено обмежение, за которое голосовали все депутаты. На 2015 рік мы получили лишь 6 тысяч без враховывания подачи. То есть, на руки выходилось где-то 4500-4800. Закон про государственный бюджет заканчив свой дей в конце 2015-го. И пан Гройсман, когда, власне, ишел из посады, он должен выполнять вимогу закона, я не знаю, почему он выполнил ее раньше, он просто подписал распоряджение, которым повернул эту норму. Я вас понял, я с вами соглашаюсь. Хорошая память для политика – это очень важно. Но избирательная память – это очень плохо, потому что вот эти зарплаты, в которых вы путаетесь, и которые называете по врачам, учителям, вы даже не знаете, что медсестра получает 1500 гривен, а не 3000 гривен. На эти деньги их обрекли вы в прошлом бюджете, которые обязались переписать в течение первого хотя бы месяца, января. Но затем настолько увлеклись торгами, разделением портфелей, расширением кабинета министров, чтобы впихнуть туда всех желающих, дабы уже договориться, хоть как-то эту коалицию сварганить. Что? О людях вы забыли. Когда вы собираетесь переписывать бюджет? Я хочу еще раз сказать, как вы думаете. Борислав, я знаю, что вы много хотите, а я хочу получить ответ от вас как политика. Когда бюджетник из Житомира получит переписанный бюджет и новую зарплату? Мы не будем переписывать бюджет. Объясню почему. Перевыполнение бюджета... Секундочку. Послушайте внимательно. У нас есть понятие децентрализации. То есть вы люди дали слово, хотели его забрали. 2016 года бюджеты местные перевыполнили план по расходжению на 9,5 миллиардов гривен. Чтобы вы просто понимали, что мы с державного бюджета все деньги переспределяем на местные власти. Которые и сегодня... Где же это видно? Кто же это почувствовал? Дороги начали строиться, повысили зарплаты. Сегодня практически еле-еле сводят концы с концами. Потому что мы практически то, что обещали... Главное, чтобы он сделал эти концы, выплачивая вам зарплату. Я правильно понимаю? Я хочу сказать, чтобы здесь присущие не обманывали никого. У нас сегодня у каждого депутата работают помощники. И на местные бюджеты повесили ПТУ. Чтобы вы понимали, вот туда эти деньги пойдут. Я не перебивал никого, пожалуйста. У них нет ресурса. 6 миллиардов надо на ПТУ, а он говорит за 9. Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы просто все понимали. У вас всех есть помощники, которые тоже получают зарплату. Вы платите их с своего кармана до этого момента? Или они получали на всех 20? Боря, не в этом вопрос. Работать надо, ходить надо и голосовать надо. И показывать, что у вас есть 226. Тогда получай 17 и будет праздник. А тогда, когда ты через раз хочешь и получаешь деньги, и на помощников, вот в чем проблема. Понимаешь? Работайте, и тогда будет все хорошо. А я бажоритарщик. И вы работаете. И для меня самое главное, это работа на округе. Но работа на округе. И работа в написании законов. Так вот, написание законов в Украине не стоит бесплатно. Если депутат сегодня вносит любой законопроект, поверьте мне, над ним работают люди, которым он обязан тоже платить зарплату. И сегодня, когда стоит вопрос, секундочку, о нашей зарплате, мы подняли зарплату. Нет, я все понял. Тяжелая и неказиста, Вадим, не перебивайте. Тяжелая и неказиста, это по 5 тысяч, это нормально. Но когда ты один, получаешь 17, и не работаешь в парламенте, и не ходишь в парламенте, то зачем тебе заступили? Да, следующий Вадим Карасов. Я все понял, тяжелая и неказиста жизнь народного депутата. Тяжко вам, ну просто страстно, что лезете туда? Вот скажи, зачем вы идете? Этим плати, за законы плати, помощникам плати, по округу есть, людьми работают. Зачем, если жизнь так портите? Зачем вы в депутаты пошли? Задаете просто вопросы, на которые тяжело ответить. Потому что каждый из нас, каждый из нас имеет свою мотивацию для того, чтобы быть народным депутатом. Так вот я хочу просто объяснить. Когда действительно Вадим только правильную фразу сказал, нужно посмотреть внимательно нахождение в зале, голосование, посещение комитетов. Это все на сайте, если сейчас перейдем. Так вот в этом все есть вопрос. Вадим, в один раз, подоточьте, пожалуйста, вас еще. За полтора роки ж один депутат, и за зарплату с парламенту не пишешь. Ну, я... На самом деле на сайте, чтобы вы понимали, вот эта табличка... Сейчас я просто вспомнил, в начале прошлого века в Англии было среди обнищавшей аристократии очень модное течение, искусство, элегантная экономия. Они овладели уже. Знаете... Когда горят не две свечи, а одна, например. А в Древней Гресе, в Полюсах, в Загрі, чтобы вы знали, когда до законов Полюса принимали поправки, как в данном, как до Конституции, законодавец стоял, взагалі, з зажмургом на шее. І якщо його поправка не приймалась, тобто законопроект, йому це... Вибачте, Бугласка, цей зажмург, у цевять повідальних було. Можемо обойдемся без виселец. Но, знаете, что? Во-первых, посещение... Все профилактики, це абсолютно... Не беріте таких депутатів, це не проблема дінь. Конечно. Це перше. Це не проблема зарплаты. Во-вторых, знаєте, народний депутат, у нього і зарплата должна бути народна. Так, тому що вот така ситуація, життя така. І говорите, це популизм, не популизм. Пойдіть людям, розкажіть, що це популизм. А не популизм. А вони вам що розкажуть? Вони не будуть, вони знаєте, що з вами зроблять. Вторе. Повышай зарплату, не повышай, все равно буде мало. Що мало платят. А как вообще, що делать? Потому що ми всі живемо вже в корупції. Реба, ну що, давайте говорить чесно, ну, ну, хто тут получить все деньги? Як можна проживати за 4 тисячі? Медсестра, она тож не живе за тисячі, потому що она там где-то лекарства, ей укол, она ходить укол делать, массаж кому-то делать, выживає, теневой рынок. Це що треба зробити? Надо, перше, що, не повышать зарплату. Це раз. Во-вторых, бороться з корупцією, перекрыти все корупційні источники доходів, два. І потім вже потихоньку-потихоньку повышати цю зарплату для депутата і для народу. Тому що, чим менше. Тому що, от ви же говорили, тендера, тендера на фармацію і так далі, це ж деньги живі. Куди вони уходять? Вони уходять в карманы кому-то і за границю. А вони должны в господарський бюджет идти. Тоді люди будуть получать нормальну зарплату. Ну, раз уж ви сами начали об цьому говорити. Ненародний, а нормальний. Раз уж ви сами начали говорити, я перехожу к следующій частиі цього випуска. В принципі, він вытекає із предыдущої. Більша зарплата, станет ли лучше работать парламент? Що це за коаліція? Звучить цей вопрос, як коаліція прогульщиків? Знак вопроса. Друзі, стало ли вас більше в сесійному залі за цю неделю? Що ви провалили? Вам напомніть чи самі будете признаватися? Дозвольте я на питання. На питання, як почне працювати цей парламент і чи буде він співпрацювати з урядом. Ми маємо зараз... А я звучав от цього вопросу? Так, звичайно. Ну, повторіть тоді, якщо я не проявляю. Ну, я не могу повторити то, що я вам произносив. Я в коаліцію прем'єр-міністра вибрали 206 голосів. Де коаліція? Вот це я хочу у вас спросити. Хорошо, давайте почнемо коаліцію. Де коаліція 226? Колеги, по-перше, коли ми мали коаліцію з п'яти фракцій і мали більше 300 голосів, теж не завжди відбувалися чіткі голосування. Зараз ми маємо начебто проєвропейську опозицію, яка також повинна підтримувати соціально направлені законопроєкти. Якщо ми зараз говоримо про те, що чи є, чи існує де-юре і де-факто коаліція, де-юре, коаліція існує. Де-факто ви спитаєте, дійсно є проблеми. Проблеми з голосуванням. Але, якщо ми всі зараз будемо направляти свої дії, ми направляємо, якщо ми направляємо свої дії на те, щоб ми... Список з підписами где? Не направляйте свої дії. Кому потрібен список з підписами апарат, апарат, звертання, будь ласка? Я перейду до другого. Юрій, ответьте, що нам в апараті говорять? По-перше, у цій казки про те, що у апараті є підписи, у мене є офіційна відповідь від апарату Виховної Ради, що жодних підписів у нього немає, не було і, напевно, не буде. Тому він нічого надати не може. Це щодо підписи... Не, не, чекайте, а тепер просто про де-юре. Тільки де-юре скажу. Де-юре, де-юре. Ну то покажіть тоді, будь ласка, я показав свою відповідь. Я показав, у мене опублікована моя відповідь, опублікована на Фейсбуці. А ви покажіть свою. А тепер щодо де-юре. В Косусівці нечітко написано, що коаліція – це коаліція депутатських фракцій. Так от, якщо говорите де-юре, сьогодні дві фракції коаліції, Народний фонд і БПП, мають 222 депутата. Не мають вони 226 депутатів. От зараз є, задільки що зайшов, 5 хвилин тому перевірив сайт Виховної Ради, немає цих депутатів. Тому де-юре сьогодні коаліції немає. Але насправді це не дуже важливо за великим рахунком, так? Тому що де-факто коаліція справді існує. Це БПП, Народний фонд і партія регіонів. Тому коли їм потрібно, вони свої антинародні закони спокійно проводять. І проблема полягає в тому, що чи є, чи немає де-юре коаліції – не важливо. Чому? Тому що розпустити парламент може виключно президент. І поки йому це не вигідно, так? То в незалежності від того, чи є коаліція, чи немає, він розпускати його не збирається. Тепер ви можете продовжити. Скажіть, чому коаліція, о существовании, яке ви заявили, всього тиждень тому і громко трубили о її життєвіспособності, на цій тижді не змогла навіть проголосувати за цей нужний, ну і президенту теж, в тому числі, закон, який касався генпрокурора. Насправді, якщо ми говоримо тільки про цей тиждень, то у нас багато поддепутатів, які перебувають в коаліції, вони просто перебувають на сесії ПРЭ. Тому давайте говорити відверто, немає просто депутатів, вони з офіційною делегацією перебувають у Європі. Тому, якщо ми говоримо про співпрацю майбутню парламенту і уряду, новий очільник уряду, коли йшов в уряд, сказав, що я буду максимально налагоджити роботу з парламентом. Новий спікер парламенту, і ми в цьому вже встигли переконатися, він буде дотримуватися максимально регламенту і так само налагоджувати роботу з урядом. Тому, коли зараз уряд новий відкликав всі законопроекти, які подавалися минулим урядом, а це є законодавча процедура, ми будемо дивитися, чи будуть вони змінювати ті закони, які подавались минулим урядом, в якому ракурсі вони будуть змінювати, чи будуть просто подавати ті самі законопроекти під новими номерами, і чи буде цей парламент, нова, стара, існуюча коаліція, підтримувати урядові ініціативи. Тепер щодо роботи парламенту безпосередньо. А зачем ви будете це сравнювати, якщо прийде закон, хороший, неважно якого автору. Це я говорю про співпрацю уряду і парламенту. Зараз, сьогодні, для тих депутатів, хто був в парламентській залі, Андрій Парвій. Вы понимаете, що ви только что рассказали о том, що у вас внутри коаліції є непримиримая вражда? У нас немає вражди. Зачем вам сравнювати ці законопроекты? Народний фор, який, це законодавча процедура. Це передбачено, коли приходить новий уряд, він відкликає. Він відкликає. Зачем сравнювати? Це дуже важливий момент. Якщо цей уряд буде змінювати, не буде змінювати. Парламент буде аналізувати, що змінилося, не змінилося. І будемо аналізувати, чи змінилася робота уряду, і чому критикували попередній уряд. Тому, зараз ми це побачимо. Другий момент. Андрій Парубій сьогодні для тих депутатів, хто був в сесідній залі, заявив, що він наполегливо переконує всіх внести зміни до регламенту. Щоб ми могли ефективно працювати. Щоб ми не бачили у цих ганебних п'ятниць, ганебної середи, коли просто зранку вже нікого немає. І тому, зараз ми всі повинні спільно попрацювати, щоб ми внесли зміни до регламенту і потім надали цьому новому вже уряду, коаліції, можливість працювати і можливість приймати рішість. Главное, щоб ми цей регламент потім соблюдали. Так, суворість українських законів і регламенту парламенту завжди у нас обмежується на обов'язковість його виконання. Давайте згадаємо сигнальне голосування Гройсмана і так далі. Питання в тому, чи є де-факто коаліція? Де-факто коаліція є. Давайте будемо визнавати, де Юри, скоріше за все, немає. Тому що документів ніхто... Ну, де Юри немає, але документів немає. Де-факто коаліція за визнавання Шокіна – це дві фрази і оппозиційний блок. Де-факто коаліція в рік вже існує. За цікаві законопроєкти, а коли не цікаві законопроєкти беруться на... Це законодательні большинства. Діфузні, одноразові, ситуативні, один конкретний закон. Я знаю. І правительство роботи як правительство меншіства. Дайте я вас опущу после ваших діфузних большинств, опущу на землю. Зрителям вов'язково пофиг, є це більшинство чи нет. Главное, щоб проработає доно парламенту чи нет. Коаліцій немає. Алексей. Вод к чому я веду. Максим, довго вы будете на двоих руководити парламентів? В 2007 році ми вже мали опыти, коаліція Батьківщини, бюд тоді і нашої України 227 проработали до 2012 року. Точка. Поєму, головна сьогодні задача – зробити ефективне взаємодійство правительства і действуючої парламентської коаліції для того, щоб осуществити законодательне обеспечення модернізції строїни. Максим, це вже питається в 2010 році. Це вже питання по-другому було. Максим, ми говоримо про парламент. Тише. Ірина. Знаєте, я хотіла б сказати найголовніше, що нашим зрителям важливо, приймають парламент закону чи не приймають. Мені дуже стыдно, що на цій неділя ми не проголосували в годовщину Чернобыля, ми провалили голосування за преодолення вето президента на закон, 2093. Це законопроєкт, який касається 2 мільйонів людей, які залишилися без льгот і компенсати, як чернобыльці. Хто не голосував за нього? Я думаю, що Сайд, 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 Верховна Рада, партия Савопомич, голосувала за законопроєкт, але це було дуже важливий законопроєкт. Виступаючого якими-то там обвиненнями пока не потрібно. Не мешайте виступаючим. Виступаючим не проголосовані законопроєкти про увеличення заробітних плат медицинських роботників. Це 1332, 1164, про увеличення заробітних плат роботників екстреній медицинської допомоги і т.д. Тому це, конечно, все прекрасно, що ми так обсуждаємо повышення заробітних депутатів, але насправді парламент сьогодні определяється для людей можливостю голосуванням за закони. І вот то, що на цій неділе просто стыдно було за те, що ми не проголосували за те важні законопроєкти, за те, що чернопільці стояли на вулиці і ждали законопроєкти, але ми не говорили всі ці правильні речі на совєте коаліції. Ви би быстрі добились, можливо, прийнятия всі цих законів? І за оппозицію всегда легче бачка бути? Нет, будучи в оппозицію, ми голосуємо за все важні соціальні законопроєкти, за те законопроєкти, які я тільки що говорила, самопоміч голосує полностью всі фракції, независимо от того, що це ставиться коаліція на голосування. Я считаю, що все-таки вопрос самый главний для населения, для граждан України, принимає парламент законы, чи він їх не прийняє? Деоспособний парламент, або недеоспособний? А що, ви, які закони принимаєте? Дивіться, просто у нас сьогодні вже кілька разів депутати говорять про голосування одне, як було про заплату, а потім анеральність тужки інша. Просто справді у нас наближаються роковини Чорнобиля, так? І треба, от зараз згадати, я хотів би публічно просто озвучити конкретно, як кожна фракція голосала за цей вкрай важливий порядок. Це дуже швидко. Щодо відновлення пільг для чорнобильців, так? БПП зі 141 депутата фракції 29 за, так? Дуже цікаво. Народний фонд з 81 депутата 63 за, так? ОПО-блок, який теж дуже багато розказує, з 44 депутатів 30 за, тобто 14 не було. А чому вони не були в залі? Самопомощники, що говорили, що повна фракція. Так от, з 26 депутатів 15 за повна фракція голосування, так? І так далі, розумієте? Тому, от вас, якаю, що є розмови, а є реальність. Ви знаєте, от я, по-моєму, даже могу відповідати, чому вот така статистика голосування. Да їх не було в залі просто. Неправда. Неправда. Розовите, пожалуйста, я поясню. А, неправда? Тобто не просто прогул. БПП сейчас... Подождите, Борислав, вам і врагов не надо. А ви тільки що сказали, що БПП осознанно не проголосовало за цей законопроект? Я хочу об'яснить. Во-первых, це неправильно, ну, как бы не совсем корректно ставити закон вета, як пример голосування в залі БПП і там, Народного фронту, і всіх інших. Я хочу сказати именно про цей закон, Іра. Простите, чернобыльцам не до вашої корректності і ваших виборів. Я поясню. Ви їх решили не год. Я же хочу пояснить. Ми не лишили их год. Год ми лишили, коли принимали закон о бюджете на 2016 год. Этот закон будет действовать, даже если мы преодолели вето с 2017 года. Вы только что сказали 10 років назад, що бюджет вы пересматривали і не буде. Меністер соціальної політики Гройсман сказав, що в 2017 году буде започаткована система адресної і фінансової допомоги соціальної. Слушайте внимати, а за цей год все умирить? Этот закон противоречив би сам себе, поэтому он был заветирован президентом. І преодолеть вето президентської фракції, голосувати за вето президента – це абсурдно. «Поэтому сегодня, подсчитывать почему?» «За цей годом 2 мільйона человек!» «Я просто переведу слова Борисова для чернобыльцев. Уважаемые чернобыльцы, вам осталось потерпеть всего немного. Один годок доживете – все получите. Терпите». Одно очень короткое. Я, к счастью, не имею отношения ни к одной партии сейчас, ни к власти, ни к парламенту, ни к чему. Я хотел просто сказать, вот отношение сегодня к власти. Вот в стране вчера произошла такая трагедия, которая, наверное, масштабом Чернобыль. Вчера сгорело просто заживо шесть маленьких детей. Шесть. Страна должна была рваться на куски. То есть сегодня должен был парламент заседать по этому поводу. Сегодня должно было быть СНБО по этому поводу. Сегодня президент должен был порвать на немецкий флаг губернатор, точнее, на британский флаг губернатора этой области. Шесть маленьких детей погибло. Это же… Мы должны были приспустить хотя бы знамена. Ну, это же такая трагедия. Это люди. Их не волнует зарплата. Я напомню, траур был объявлен в Одесской области. Хорошо, но это должно быть по всей стране. Только в Одесской области. Это катастрофическое событие, и оно не связано. Это не отдельное событие в отдельном доме. Оно производное. То есть ответ на этот вопрос, вот почему случилась эта трагедия, это бедность. Это чрезмерная бедность этих людей. Это зарплаты фельдшера 1300 гривен. Сегодня вчера, до речи, на селекторной нараде по ликам для онкохворых детей в едином области, в которой не было представников, как раз, до речи, от губернатора и от областной влады, это была Одесская область. Сидел единственный главный специалист, онкогематолог на селекторной нараде и с нами разговаривала. Это единственный область, где мы не получили подтверждения, что будут в данном разе областной владой выделены деньги на дополнительные закупления онкохворых детей. Это единственный область, где не было ни одного представника влады. Это на вчерашний день. Я вам скажу единственное, я сегодня увидел его комедитию чудо. Надеюсь, что оно будет повторяться. У нас сейчас лежат в реанимации очень тяжело, после тяжелой травмы, у нас дети из Умени, во время строительства на них упал кран. Они в тяжелом состоянии. Первый раз, когда не опекунская рада искала местную владу, а когда мы проводили, как раз, шли в реанимацию, для того, чтобы выяснить, что этим детям нашим не хватает, до нас приехал сам, самостоятельно, добровольно, глава районной влады и предложил помощь. Я была в шоке. То есть мы изменяемся. Мы изменяемся. У нас есть надея. Спасибо, господин Александр. Давайте немного изменимся. Кирилл, кстати, спасибо вам, что вы вспомнили об этой детской трагедии. Я бы хотел... Давайте почтим минуты молчания память погибшей. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы все-таки понять, насколько вы смогли убедить зрителей в том, что говорили. У нас был опрос, хотя, наверное, после такого конца можно долго говорить о том, будете вы работать, не будете вы работать. Надеюсь, следующие выборы вам дадут ответы на эти вопросы. Спасибо вам всем присутствующим за эту беседу, за эту дискуссию. Спасибо всем зрителям за то, что так поздно вы были с нами. Это было «Черное зеркало». Мы обязательно встретимся с вами уже через неделю. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.